Ух ты, да у нас тут самый-самый такой интересный разброс. Очень-очень разносторонняя аудитория. Два, три, пять, пять, шесть. Ну, в общем, здесь у нас только один человек с единичкой. Это Ольга Королева. Но, Ольга, я вас могу заранее предупредить, бояться нечего. Потому что знания дизайна и прочих штук, ну, реально будут здесь не ключевыми. Самое главное делать и слушать, точнее слушать, а потом делать то, о чем мы с вами будем здесь говорить. Это был вопрос номер два. Вопрос номер три. Поставьте плюс, если вы делали лендинг, и минус, если вы не делали лендинг. Ну, делали, имеется в виду, хотя бы приступали. Плюс, 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 так, угу. Отлично. В общем, я не увидел ни одного минуса. И последний вопрос. Проходили ли вы раньше какие-нибудь курсы или тренинги, неважно, мои или не мои? Если проходили, ставьте девять. Если не проходили, то единичку. Так, проходили, 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 проходили. Евгений Юматов не проходил. А все остальные вроде как проходили. Отлично. Зачем я вопросы эти задавал? Да все для того, чтобы понять вас, понять вас как целевую аудиторию, понять, кто покупает наши продукты. И наше сегодняшнее занятие будет посвящено как раз этой теме, пониманию своей целевой аудитории. До этого тренинга я переписывался уже со многими студентами, кто здесь сейчас есть. Например, с Евгением Юматовым, который выразил ключевую мысль этого занятия. В скайпе он мне написал, сказал, что у него самые большие проблемы – это работа с целевой аудиторией. Реальность такова, что сейчас у всех самая большая проблема – это работа с целевой аудиторией. Не потому, что об этом никто не знает, а потому, что никто не верит в ее силу. И никто не видит реального результата от этого. Потому что прорабатывается либо плохо, либо делают это просто банально неправильно. Поэтому первое занятие у нас будет посвящено самому первому шагу. То самое жестокое и самое сложное, что есть в работе над лендингом – это понимание целевой аудитории. У нас на все 5 занятий за каждым из вас будет закреплен куратор. То есть это человек, который будет помогать вам во всех этапах. То есть куратор и тренер – немного две разные вещи. Потому что куратор – это человек, который помогает вам не потеряться на этом тренинге. Например, у вас вопрос, когда будет занятие следующее, или когда будет запись, где что скачать. Или у вас, например, что-то не скачивается. В общем, с такими вопросами вам нужно куратору. А тренеры, например, я и еще двое человек – это люди, которые будут давать вам обратную связь по тому, что вы делаете. То есть по той домашней работе, которую вы выполняете. Сейчас у меня большая просьба каждому из вас добавить куратора. Куратора зовут Марина Бодневич. Вот ее профиль ВКонтакте. Мне кажется, сейчас стыдно быть не ВКонтакте. У кого этого профиля нет, я очень рекомендую завести, потому что это просто хотя бы оперативный способ связи. Вот, добавляйте Марину, пожалуйста, в друзья. Потом вы там согласуетесь, она вас там проведет, что куда и как. Не у всех будет куратор Марина, у некоторых будет не Марина-куратор, и она вас направит точно так же. В общем, сейчас ваша задача – перейти по этой ссылке и добавить Марину в свои друзья, если это возможно. Если у вас еще нет ВКонтакте, то обязательно зарегистрируйтесь, хотя бы даже ради этого тренинга, потому что это оперативная будет связь. И добавьте ее в друзья, потому что все вопросы будут через нее. Я вопросами организационными, административными и так далее не занимаюсь, то есть мне писать по ним бесполезно. Для этого есть кураторы. И еще к вопросу обратной связи. Куда задавать вопросы, если вдруг там, ну не знаю, ну не получилось у вас с Мариной, да, там. По каким-то причинам вам просто, ну не сложилось ваше общение, то у вас всегда есть возможность написать в службу поддержки. Там совершенно другие люди работают. Ссылку на эту службу поддержки я вам сейчас скину. Но, чтобы вы не боялись, службу поддержки всегда можно найти в самом низу нашего сайта. Наш сайт – это muse.digitalmakers. Ну, на всякий случай, конечно, ссылку сейчас скину. Вот она. Вот сюда можете писать свои вопросы. Там есть специальный отдел. Отдел по работе с покупателями платных курсов и программ. Вы не ошибетесь, увидите там его. Если у вас такового нету, то есть если у вас в списке такого пункта, такого отдела нету, значит вы зашли с другого аккаунта. Потому что за каждым из вас, каждый из вас, точнее, оплачивал данный тренинг и оплачивал он с какого-то конкретного e-mail. И вам для того, чтобы написать службу поддержки по вопросам тренинга, нужно обязательно быть авторизованным на сайте именно с этого e-mail. Ну, это вот по тому, куда вам писать обратную связь. И что делать, если у вас вдруг останутся какие-то вопросы. В общем, первым делом это к Марине. Если с Мариной что-то не складывается, пишите в службу поддержки. Дальше, ворк-моменты еще дополнительные. Занятие у нас всегда проходит в 8.00 по Москве. Очень простая система. Если какие-то будут изменения в расписании, то об этом мы сообщаем всегда не позже, точнее, не менее, чем за 10 часов до занятия. То есть 10 часов, это значит, примерно утром, если вдруг какие-то изменения будут в расписании, с нашей стороны я имею в виду, то об этом вы будете осведомлены заранее. Осведомлены вы будете по почте. Поэтому оперативно следите за своей почтой. Ну, в моем графике там каких-либо изменений глобальных не планируется, поэтому я надеюсь, что расписание мы не будем никак менять. Занятия у нас будет 5. Первое занятие у нас сегодня, 26 октября. Следующее занятие у нас будет 29 октября. И потом далее, каждое занятие будет через 2 дня. То есть сегодня у нас понедельник, следующее у нас будет в четверг. Потом у нас будет воскресенье, среда и суббота. Через 2 недели, то есть следующую субботу, мы с вами уже закрываем данный тренинг с результатами, либо не с результатами, те, кто ничего не делал, а просто слушал. Но, тем не менее, какая-то логическая точка будет поставлена 7 ноября в субботу. И насчет записи занятий. Они публикуются, как правило, на следующий день вечера. Может быть, раньше, может быть, позже. Но если вы вдруг не находите записи занятий, то не переживайте, они в любом случае будут. Просто скорость их публикации зависит не только от того, насколько быстро, но даже не только от этого, они не зависят от скорости нашего интернета. То есть здесь задержка идет за счет монтажа и за счет обработки. На это нужно время, которое сложно очень ускорить монтаж и очень сложно ускорить работу с видео. Поэтому иногда быстрее, иногда позже. Самое главное, что если у вас будут какие-то вопросы, просто пишите Марине Бодневичу ВКонтакте, либо службу поддержки. И вы никогда не потеряйтесь. Насчет сдачи домашки. Домашка сдается только через службу поддержки. То есть вот по этой ссылке muse.digitalmakers.ru support, там у вас будет отдел по работе с платными курсами и тренингами. И туда вы сдаете всю домашку. Если у вас опять-таки будут вопросы, напишите Марине, она вам поможет куда что писать, куда что отправлять. Почему у меня такое даже не пожелание, а требование? Потому что в ином случае очень легко потерять связь, кто где писал. Переписка становится очень размытая. Мы теряем оперативность из-за этого, потому что нам приходится много раз где отвечать одно и то же. Поэтому для того, чтобы все было оперативно максимально, у меня очень большая просьба все домашки сдавать именно через службу поддержки. Там никогда ничего не потеряется. И там всегда каждый из нас, ну то есть другие тренеры кроме меня, они смогут оперативно проверить вашу домашнюю работу. Ну вот собственно и все. Это по оргмонетам закончилось. Скажите, пожалуйста, точнее поставьте плюс, если вам все понятно и вопросов на данном этапе нету. Если вопросы есть, то вы пишите вопрос и я попробую на него ответить. Угу, угу, плюс, плюс, плюс. Так, Юрий Гагарин спрашивает запись предыдущих занятий, где можно посмотреть. Юрий, у нас еще не было предыдущих занятий, у нас только одно, вот это первое занятие, предыдущих еще не было. Так, отлично, вопросов нет. В тысячный раз, повторюсь, если у вас будут вопросы вне этого курса, то есть между занятиями, пишите, пожалуйста, куратору. Теперь, что вам нужно будет сделать для прохождения этого тренинга? Так, Владимир, смотрю, пишет. Вот, Владимир, вот по таким вот вопросам напишите сразу Марине. Большая просьба. И эта проблема будет решена. Это все административные вопросы. Почему там недоступны и все такое. Отлично, я рад, что мы поняли друг друга. Теперь по тому, что нужно будет вам обязательно перед этим тренингом. Так как тема нашего тренинга – это создание лендинга, лендинг создается исключительно под какую-то конкретную нишу, под какую-то конкретную тематику, потому что лендинг – это выжимка вашего предложения. Поэтому первое, что вам нужно будет сделать, это определиться, конкретно после этого занятия, если у вас еще нет тематики, определиться с тематикой. Есть некоторые мои рекомендации по выбору тематики. Почему? Потому что если вы просто из головы возьмете некоторую тематику, которая вам пришла в голову, чисто вот придумали сами, это будет неправильно. Неправильно по многим причинам, рассказывать я о них даже не хочу, просто примите это как должное. Вы должны взять тематику, если у вас ее еще нету. Вы должны ее взять, основываясь, точнее не основываясь, а из четырех мест. Вы можете взять тематику, если у вас ее сейчас нету. Первая тематика – это некое реальное дело. Имейте в виду некий реальный бизнес, некое реальное предприятие и так далее, например, на котором вы уже работали или работаете. Либо вы можете пойти просто на какую-нибудь биржу фриланса, там найти любого заказчика и предложить ему сделать это за бесплатно. Либо вы находите клиента в соцсетях или среди друзей, написали просто у себя на стене, сказали, «Ребята, я прохожу тренинг, мне нужна тема, и я сделаю все за бесплатно, я сделаю все очень качественно». И я уверен, вам просыпется множество предложений от людей, которые хотят получать все это за бесплатно. Ну и исходя из этих четырех пунктов, у вас по идее должна быть некая тематика, которая является невыдуманной, а которая реально кому-то нужна. То есть что-то, что привязано к реальности, не должно быть оторвано от реальности тема. Это основное требование. Мне сообщать о темах не обязательно, потому что они станут очевидны на следующих занятиях во время проверки заданий. Ограничения по тематикам нет. У вас может быть как B2B, то есть бизнес для бизнеса, продажи бизнесу оптовые, неважно что. Инфобизнес, пожалуйста, продажа там товаров тоже, пожалуйста, без ограничений. Самое главное, чтобы вы для себя решили, какую вы тему будете делать, и потом вы ее изменить не сможете. Ну, конечно, сможете, но мы проверять ее уже не будем. То есть то, что вы будете задавать первой домашкой, то в итоге будет доводиться до конца, и никак иначе. Потому что, почему? Потому что, во-первых, у нас не так много ресурсов мозговых на то, чтобы у каждого по 10 тем обрабатывать. Но это просто нереально, потому что качество очень сильно упадет. Во-вторых, когда вы работаете значительное время над одной какой-то темой, вы в нее реально углубляетесь, а не просто поверхностно ее просматриваете. Поэтому не старайтесь перепрыгивать из одной темы в другую. Внимательно подумайте, какую тему вы будете развивать. И, искать из этого, выполняйте сегодняшнее домашнее задание, которое будет сегодня. Так, ну, даже не очень хорошее условие, Алексей. Оно обязательное. Обязательное, потому что иначе у нас ничего с вами не получится. Дальше. У всех должна быть Muse установлена, что очевидно. Желательно, чтобы это была последняя версия, версия 2015. 0, нет, точнее, 2.4, если я не ошибаюсь. В общем, должна быть актуальная версия Muse и пожелание установить Photoshop и Illustrator себе. Повторюсь, первые три занятия мы вообще программы эти запускать не будем, поэтому у вас еще есть время установить себе программу, если у вас ее еще нет. Это по тому, что вам обязательно нужно делать. Потом, повторюсь, максимум у нас пользы будет все-таки между занятиями, потому что в этом тренинге вы получите тем больше пользы, чем больше будете работать вне занятий. Чем больше вы будете включать собственные мысли, рассуждать на собственные идеи, на собственные предложения, тем лучше будет результат. Никто, кроме вас, на него повлиять не может. Мы лишь можем проверить, правильно ли вы сделали или неправильно, и в соответствии с этим как-то скорректировать ваше движение. Так, ну я вроде ничего не упустил. Давайте, наверное, начнем. И первое, о чем я вам буду рассказывать, это о том, почему вообще люди покупают. Краткий ликбез вообще в понимании всей этой темы, буквально 10 минут. И потом расскажу вам немного про так называемую лестницу потребностей. Потом разберем один пример из зала. Ну, то есть, условно, какую-то из ваших тематик, предложенные вами. И потом мы с вами разберем непосредственно работу с аудиторией на примерах. После этого я вам расскажу о живой группе, идее, которая у нас появилась на этот тренинг. И после этого будут ответы на вопросы. Примерно вот такие будут у нас условия. Сейчас я попробую включить экран. Ваша задача сообщить мне, что у вас он виден. Ну, я, конечно, надеюсь, что это случится. Поставьте плюс, если у вас будет виден мой экран. Плюс, 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 плюс. Отлично, отлично. Итак. Сегодня, кстати, у меня еще есть такой один интересный эксперимент. Сегодня я буду использовать графический планшет в работе. Обычно мы составляем презентации такие длинные, пытаемся их как-то красиво там украсить. Сегодня я такой штукой заниматься не буду. Сегодня я буду пытаться вам прям рисовать как на холсте. Но стараюсь по минимуму писать, потому что пользователя у меня, честно говоря, не очень. Я, к сожалению, то поколение, которое разучилось уже практически писать вручную. Вот. Но, тем не менее, попробую как-то изобразить. К вопросу Алексея о том, как развернуть на весь экран. Вот здесь вот есть такая кнопочка. Активировать полноэкранный режим. И таким образом вы сможете развернуть это на весь экран. Так, что у меня здесь запущено? У меня запущен Photoshop. А вот у меня здесь он рисуется. Отлично. Ну, давайте начнем. Так, основа всего, основа любых продаж не только в интернете, но и оффлайн. Вообще, любых продаж, которые вы можете себе представить, это потребность целевой аудитории. То есть, это потребность, которую вы можете закрыть в обмен на деньги. Все, что вы можете обменять на свои деньги, это является удовлетворением вашей потребности, так или иначе. Неважно, вы платите там за зрелище сходить в кино, или вы покупаете колеса для своего автомобиля. Это все удовлетворение ваших потребностей. Невозможно что-либо вам продать, если у вас нет потребностей. Поэтому давным-давно человечество классифицировало, даже не классифицировало, а описало, каким образом человечество приходит к продажам. То есть, как человеку что-либо продать, как у него формируются потребности. И все это давно описано, это не наша идея. Состоит это все из пяти пунктов. Пункт первый, пункт второй, пункт третий, соответственно, пункт четыре и пункт пятый. На первом этапе, вы, кстати, можете сейчас сразу примерять на себя, поймете, что все это действительно так работает. Первым пунктом у вас нет никаких потребностей. То есть, вы ноль. Нет, вам невозможно ничего продать на данном этапе, вы просто ноль. У вас нет никаких абсолютно потребностей. На втором этапе у вас появляется некая потребность. Причем на втором этапе совершенно не важно, каким образом у вас эта потребность появилась. То есть, вот вы были ноль, никаких потребностей, тут вы становитесь плюс. То есть, плюс это значит, что теперь вам что-то можно продать. Но на втором этапе делать это достаточно сложно, поэтому чаще всего продажи делают на третьем этапе, либо на четвертом, либо на пятом. На третьем этапе, когда у вас уже будучи с некой потребностью На третьем этапе вы для себя определяете, каким образом вы эту потребность удовлетворите То есть либо один вариант, например, либо вот так вот, либо вот так вот То есть вы выбираете между окружностью и между квадратом То есть держите в голове, что окружность это одно решение, а квадрат это второе решение Ключевой смысл в том, что на третьем этапе вы всегда выбираете, как вы будете удовлетворять свою собственную потребность И точно так же на третьем этапе будет любой другой человек, который у вас в итоге что-либо купит Самое главное понимать, что здесь человек, как правило, сам по себе На третьем этапе только формируются потребности, здесь что-либо продать тоже достаточно сложно Либо очень долго, но тем не менее на третьем этапе уже что-то можно продавать Четвертый этап, когда уже человек определился, что ему нужно Кружочек ему нужен вот этот, либо ему нужен вот этот квадратик И он уже ищет не то, что ему выбрать, кружочек или квадратик Он думает, а где ему взять То есть где вот этот кружочек и квадратик ему взять Вот такая вот будет у нас карта, ну типа обозначения на карте, на плоскости То есть здесь человек выбирает, где ему купить вот этот кружочек или вот этот квадратик Где вообще ему взять И на четвертом этапе он уже в принципе знает, что конкретно ему нужно Если это, например, квадратик, то он знает, какого это размера Он знает, какой у него там цвет и так далее И только на пятом этапе он фактически идет и отдает деньги То есть в этот момент кто-то эти деньги получает, кто-то их зарабатывает, эти деньги И примерно вот из этих пяти этапов все и состоит Здесь есть очень много но Но, если вот все но раздробить, то получается три основных но Первое но заключается в том, что каждый человек всегда проходит все эти этапы абсолютно последовательно То есть вот от первого и до последнего, только так Не может быть такого, что человек перешел из второго этапа сразу на четвертый Он не может перейти, например, со второго на четвертый, а потом на пятый Он сразу проходит первый, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом пятый Только так Невозможно человеку ничего не хочу, ничего ненужному, то есть которому ничего не нужно Сразу что-то купить, просто невозможно Второе но То, что все этапы всегда обязательно То есть пропустить что-либо нельзя Этап один обязателен, этап два обязательный и так далее Потому что когда человек еще не выбрал, что ему нужно Он не пойдет искать, где ему это нужно То есть где это взять И соответственно если он не знает где ему взять И что ему нужно Он ничего не купит Очевидно мне кажется Поэтому правило номер два Все этапы обязательно Ничего нельзя пропустить И последний этап Который удречает меня больше всего во всех продажах Это тот факт что с каждым этапом На каждом этом этапе количество людей уменьшается Ну если как бы изобразить это графически На первом этапе это все люди планеты Ну там например Ну не знаю там сколько сейчас 8 миллиардов Давайте вот прям вот цифрками изображу Вот примерно вот такое количество То есть 8 миллиардов человек Каждому из этих человек в какой-то день Нужно что-то Появляется у кого-то какая-то потребность Каждый товар который вы видите на полках Каждое не знаю кино Которое вы смотрите Фильм точнее который вы смотрите в кино Это удовлетворение какой-то потребности Если мы возьмем например то же самое Ну не знаю кино давайте возьмем Кто-то любит Не знаю Кино такое А другой любит кино другое Но все 8 миллиардов не хотят смотреть кино У кого-то просто нет возможности смотреть кино Или еще что-то Или еще что-то В итоге до кино То есть потребность посмотреть кино Из этих 8 миллиардов Останется ну например у 8 миллионов То есть у нас будет Значительно меньше людей Но очевидно что это правда Тут не может быть по-другому Потом из этих 8 миллиардов Миллиардов Миллионов Которые хотят посмотреть кино Кто-то вообще не хочет смотреть Например ужастики Но он не переносит их Он хочет конкретно комедии А вот из этих 8 миллионов Остается например 80 тысяч человек Это люди которые хотят посмотреть комедию Из этих 80 тысяч человек Соответственно Которые гораздо меньше чем 8 миллионов Еще меньше людей Которые хотят посмотреть комедию Например в Москве Например их только 8 тысяч человек В итоге из этих 8 тысяч Которые хотят посмотреть комедию в Москве Ну потому что так сложилось Останется еще меньше Например, 800 человек Это те люди, которые при стечении всех Абсолютных обстоятельств в итоге Смогут пойти в кино, которое есть рядом с их домом У них будут деньги, у них будет время И они в итоге станут покупателями Станут клиентами какого-нибудь Кинозала, кинотеатра И в итоге кому-то принесут прибыль Это третье но Получается, что чем ближе К концу, к завершению вот этой сделки Чем ближе вот к этой штуке, к деньгам Которая нас всех больше всего интересует Тем в итоге там меньше людей Отсюда и проблемы Такая проблема, например, как конкуренция Потому что чаще всего все вот на этом этапе конкурируют И меньше всего конкурируют Например, вот на этом этапе На этом этапе конкурируют различные корпорации Например, корпорации, которые делают Некие новые технологические ноу-хау То есть для того, чтобы создать спрос Например, на сенсорные телефоны Нужно потратить огромное количество денег Для того, чтобы вот это число на втором этапе Оно было максимально большим Потому что в итоге Гораздо меньшее количество людей Вот здесь вот купит новые телефоны С сенсорным экраном И маленькая компания Она просто не сможет вбухать столько денег Чтобы вот эта инновация стала Популярной Поэтому на втором этапе И в принципе на третьем этапе Тоже вот здесь вот Здесь всегда очень большие корпорации То есть я вот такой домик нарисую Ну, в общем, давайте вот так вот Я надеюсь, что будет понятно Вот с трубой Пускай мы будем с трубой То есть здесь только большие корпорации Это второй и третий этап Иногда на третьем этапе Подключаются компании среднего уровня То есть это те компании Которые могут из этого сенсорного телефона Например, используя технологию Точнее сенсорного телефона Собрать тот самый телефон У них есть опыт У них есть специалисты для того, чтобы у них Для того, чтобы была возможность создать телефон И на этом этапе примерно Формируются бренды Например, Nokia там И так далее Вот на третьем этапе На четвертый этап Кто приходит? Приходят, как правило Точнее работают на четвертом этапе Уже больше игроков Это не только производители Но это уже и магазины Типа Евросеть Типа Связной и так далее Поэтому на четвертом этапе Еще больше людей А клиентов еще меньше Вот ключевой элемент Что клиентов становится меньше И соответственно На пятом этапе Конкуренция самая большая Потому что Купить этот телефон И продать его дороже Может в принципе Любой человек Поэтому на пятом этапе Где меньше всего клиентов В итоге становится Самая большая конкуренция Вот примерно Вот так это работает И совершенно не важно Какой товар будет Вот здесь в начале Это совершенно не важно Потому что Что бы это ни было Пусть хоть дорогущий лайнер Там Или носки Совершенно не важно Потому что в любом случае Вот такой вот путь Будет пройден И каких-либо альтернатив Просто не существует Теперь хочу понять Что эта информация Вам Понятно Давайте поставим Плюс Что здесь все понятно Отлично Ну и теперь давайте Может быть Разберем какой-нибудь Живой пример Давайте Предлагайте Какую тематику Будем разбирать И попробуем Просмотреть Вот этот путь Как человек Может купить что-то Давайте придумаем Вот что будет На пятом этапе Я вам покажу На примере Смарт-часы Создание сайтов Светящиеся наушники Утеплитель Разработка сайтов Ну давайте Возьмем пример Утеплителя Артема Ну или даже Не утеплитель А наверное Все что дарит тепло Например Ну и так Вот у нас Он этот утеплитель Утеплитель является Уже на пятом этапе То есть пятый Товар Пятый этап Это конкретный товар Например Не знаю Утеплитель для машины Для двигателя машины Как вариант Одна из них Вот этих всех товаров Большой группы утеплителя Что у нас происходит На первом этапе 8 миллиардов человек Из этих 8 миллиардов Только у 8 миллионов Есть вообще В принципе Автомобиль То есть Это второй этап У нас будет Вот он второй Из этих 8 миллионов Владельцев машин Только у 8 тысяч Например Есть Та машина Той марки Которую Для которой Выпускаются Эти самые утеплители Для двигателя Например Там этот У нас Наш товар Который мы будем Продавать на лендинге Например Это утеплитель Для тойоты Ну к примеру Да Получается Что из 8 миллионов Владельцев Вообще всех автомобилей Только 8 80 тысяч Это владельцы тойоты Которые потенциально Могут купить Ваш утеплитель Для двигателя Из этих 80 тысяч Человек 8 тысяч Это люди Которые проживают Например в России Что очевидно Вы же не можете Сразу взять И продавать На весь мир Этот коврик Хотя бы только потому Что в другой стране Есть товарищи Которые могут Быстрее доставить Этот коврик Поэтому купить у вас То есть Выбрать вас Как поставщика Этого коврика Могут только россияне Из этих 80 тысяч Всех владельцев Автомобилей Тойота Только 8 тысяч Живет в России И они у вас Купят в итоге Потенциально Извиняюсь Не купят А потенциально У вас только 8 тысяч Человек Которым можно Продать этот Утеплитель Для двигателя И учитывая тот факт Что вы не единственный Человек Не единственная Компания Которая Этот утеплитель Для двигателя Продает Вот из этого 800 человек Ну не знаю В хорошем случае У вас будет Примерно 10 процентов От этой массы То есть На последнем этапе Вы отсюда Возьмете Примерно 10 процентов Конечно Много 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 Но Как правило Вот такая Примерная ситуация И происходит То есть Есть очевидные Монополисты Есть очевидные Компании Которые Просто с силой Своего бренда Занимают Большую долю То есть Они делают На последнем этапе На восьмом На пятом этапе Они делают Больше продаж Потому что Они либо уже давно Существуют Либо у них изначально Был какой-нибудь Правильный маркетинг Многие продаются Хорошо только Из-за того Что это хороший бренд Уже Правильно раскрученный Поэтому Когда вы будете Думать над тем Что вы будете Продавать на лендинге Ваша задача Понять А действительно Ли ваша тема Ваша ниша Вот здесь Вот на последнем этапе Имеет Достаточное количество Клиентов Потенциальных Потому что Если их здесь мало Влезть в эту нишу Просто бесполезно То есть Ключевое понимание Которое я хочу вам донести После вот этих Цепочек Да Продаж То что есть ниши Которые бесполезно Вам лезть С лендингом Потому что Потому что В этих нишах Вот на последнем этапе Очень мало Потенциальных клиентов Ну просто Критически мало Как это выяснить Ну будем разбирать Чуть дальше Но Ключевая мысль Именно такая Теперь давайте Я вам попробую Рассказать Каким образом Вообще лендинги Вот в эту Систему Впихиваются Да Как они Используют И эксплуатируют Вот эту Систему на себе В первую очередь Лендинги Не используются Практически На втором этапе То есть На втором этапе Бесполезно использовать Почему Как вы думаете Кстати Почему на втором этапе Бесполезно Делать лендинг То есть Второй этап Это Где у нас 8 миллионов человек Почему там Бесполезно Делать лендинг Так Ребят Идеи Идеи Станислав Нет Человек уже готов Купить Просто он пока Не знает что То есть У него уже есть Проблема Что он мерзнет Но он пока Не знает Что ему Купить Чтобы решить Проблему То что у него Там мерзнут ноги Например Вот Владлена Все верно Написала Потому что На втором этапе Еще Очень 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 Размытая Потребность То есть Здесь человек Еще не знает Что он хочет Ему уже холодно Но он не знает Что он хочет Чтобы ему стало теплее Поэтому на втором этапе Бесполезно Делать лендинг Это слишком Общее И общие Слишком размытые Уже Точнее Еще Понимание потребности На третьем этапе Уже имеет Делать смысл Лендинг Но на третьем этапе Продавать что-либо Бесполезно По простой причине Потому что Здесь человек Еще не хочет Что-то конкретное Он просто хочет Куртку Но какую конкретно Куртку Он пока не знает То есть Он выбирает Между разными брендами Курток Он выбирает Исходя из цены На разные куртки Он выбирает Разные модели Курток Он выбирает В общем Из кучи Всяких параметров Потому что Курток очень много И на третьем этапе Вы с помощью Лендинга Можете только Помочь ему выбрать То есть На третьем этапе Можно делать лендинги Которые посвящены Например Бесплатной консультации Или это лендинги Которые посвящены Там Не знаю Раздаче Бесплатного курса Если это инфобизнес Да Как вариант То есть На третьем этапе Вы только помогаете С помощью лендинга С помощью своего предложения Сделать в будущем Пользу Выбор Точнее В пользу Вашего продукта То есть Вот на пятый этап Чтобы в итоге Пришло больше народу Очень часто Инфобизнесменами Это используется Это и нами Используется В том смысле Что мы делаем Лендинг Например На котором мы предлагаем Скачать бесплатный курс По Muse На этом этапе Количество людей Гораздо больше То есть На третьем этапе Вот здесь Людей гораздо больше Чем вот здесь Вот Поэтому мы на третьем этапе Делаем лендинг Скачать бесплатный курс Человек оставляет нам Емейл свой И мы Через цепочку писем Помогаем ему Определиться В нашу пользу То есть Письма Они Сопровождают Каждый его этап Начиная с третьего этапа Сопровождают на четвертом И в итоге Приводят к пятому Вот инфобизнес работает так И так как на третьем этапе У нас конкуренция Гораздо меньше Чем на пятом этапе То каждый клиент На третьем этапе Стоит гораздо дешевле Чем на пятом Что логично То есть здесь и дешевле И больше И как-то проще работать Но это применимо Во многом К инфобизнесу Во многом Но Как бы В принципе Работает и в других нишах Если вы продаете Те же самые велосипеды То вы можете Сделать лендинг Который посвящен Той же например Книге Как выбрать велосипед Для ребенка Да Если у вас ниша Ну или если вы хотите Сделать лендинг По продаже Детских велосипедов То на третьем этапе Вы можете Человека брать Когда он только размышляет Или например Не знает Какой ему нужен Даже велосипед Но он уже хочет Купить ребенка Потому что его ребенок Попросил этот велосипед Купить И вы на третьем этапе Можете сделать лендинг Который будет распространять Книгу Как выбрать там Или например Тот же видео урок Да Ну как говорится У каждого Своего уровня абсурдности Но тем не менее На третьем этапе Вы можете сделать это Даже для физических товаров А в супер сложных нишах Ой В супер сложных товарах То есть товары Которые нужно долго выбирать Вот это очень круто работает Когда вы на третьем этапе Собираете аудиторию Очень хороший пример Это постройка домов Или продажа готового дома То есть представляете Как это работает У человека появляется Потребность или желание Точнее потребность у него Просто иметь Собственную жилплощадь Потом на втором этапе Вот эта потребность у него Сформировалась Он хочет свою жилплощадь На третьем этапе Он выбирает например Между квартирой и домом Вы продаете дома Вы на третьем этапе Можете сделать лендинг Который раскроет все преимущества Дома по сравнению с квартирой Раскрывать он будет таким образом Что человек плавно переходит Из стадии 3 в четвертую На четвертой стадии Вы ему продаете свою компанию То есть говорите Что ваши дома самые классные Вы их строите Вот так вот Вот так вот Вот такие счастливые люди Уже живут в наших домах И на пятом этапе Через письмо Делаете предложение То есть на пятом этапе Вы посылаете письмо В этом письме ссылка На финальный лендинг Который вы также делаете И в этом лендинге То самое убийственное предложение После которого Человек уже просто горяченький Оставляет вам свои контакты Вы ему звоните И продаете дом Осталось только ему предложить Ну прислать ему реквизиты Как говорится Чтобы он оплатил Потому что на четвертом На третьем этапе Вы ему можете рассказывать О своих домах Вы можете ему рассказывать Как правильно выбрать дом Вы можете ему рассказывать О том где лучше дома Где лучше купить дом Там не знаю Анализ домов Там 10 секретов выбора дома И так далее В общем Вот эта цепочка Когда вы начинаете работать С третьего этапа Она офигенно работает Но во всех нишах Которых выбирать товар сложно К ним в принципе Относится инфобизнес Если вы хотите продавать часы Или вы хотите продавать Там телефоны Или копии телефонов То делать это бесполезно С помощью этой схемы То есть на третьем этапе Это бесполезно делать Потому что у человека Потребность максимально дешево Купить телефон Или например Пантануться Купить верту За 8000 рублей То есть вы понимаете Какая категория Здесь клиентов И им предложить Что-то такое можно Но подумайте о том Насколько это будет Целесообразно Все что связано С копиями Все что связано С Инфобизнесом Например отношения И так далее Это все достаточно Серая категория клиентов С которыми нужно Работать соответствующе Вот Поэтому Ну подумайте Там трижды Может быть даже 6 раз О том Что вы будете говорить На третьем этапе Если вы будете Собрать народ С третьего этапа Потому что Если вы сделаете На третьем этапе Неправильно То к пятому этапу У вас никто не дойдет И никто не купит Копии ваших часов Хотя я честно говоря Никогда не видел Лендинг Который посвящен Например Как правильно выбрать Там копию часов Да В России То есть вот такого В принципе нет Наверное Не потому что Никто этого ничего Не догадался Потому что Тем кто интересуется Продажами Очевидно Что это будет Гиблый план Ну и В принципе Наверное Все Это по По тому На каком На каком этапе Лендинг можно подключить Когда Мы работаем Над лендингами Мы Делаем все В принципе Так же пошагово Как вот В этом списке Первым делом И вот на этом занятии Мы будем определять Кого мы хотим Видеть Собственных клиентов То есть Кому мы хотим Продавать что-то Причем Ошибка новичков Она заключается в том Что Они сначала Покупают товар Например Они даже не то Что покупают А хотя бы Выбирают товар Потом они Ищут Кому ему продать Очень часто Ситуация Может быть Здесь есть уже Кто-нибудь Кто на такие Грабли наступал То есть Какая ситуация Возникает Вы думаете Ага Я хочу заработать И думать Что же мне Продавать И тут Вы вспоминаете Что у вашего друга Васи Например Склад часов И вы думаете Ага Отлично Если у меня такой В пешей доступности Есть склад часов Значит я буду Продавать часы Вот это неправильно Почему Потому что Не факт Что эти часы Нужны там Где могут Дотянуться Ваши продажи Правильно Это сначала Выяснить Что вообще Нужно людям В вашем регионе Или вашей стране Или вашей ниши И только потом Уже Исходя из этого Выбирать товар Или выбирать Услугу Которую Вы будете Предоставлять В общем Всегда исходим Мы исключительно Из наличия Клиентов И мы Продаем Не то Что мы можем Продавать А мы продаем То что Нужно Людям И отсюда Вы строите Все наши тренинги Например Вот этот тренинг Он такой И он существует Только потому Что это нужно Кому-то И по нашим расчетам По нашим Рассуждениям Нашим мыслям Мы считаем Что в этой нише Мы можем Как-то заработать Поэтому мы готовим Отдельный продукт Который удовлетворяет Потребности Конкретно ваши Ну в общем Это чуть дальше Ну просто хочется На примерах Вам объяснять То есть сначала Мы выделяем Кого мы хотим Видеть своих клиентов То есть Какие потребности Мы будем удовлетворять Когда вы работаете На этом этапе Когда мы работаем На этом этапе Этапом Мы всегда в голове Как бы представляем Такого среднестатистического Клиента То есть Кто он Этот человек То есть Люди Например Большинству женщин Не очень комфортно Работать с клиентами Мужчинами Отсюда Вы должны Сразу обрубать Все товары Все ниши Все услуги Которых Большинство Это клиентов Мужчины Ну примерно По такому принципу Это работает Если клиенты Которые в будущем К вам могут прийти Вам не нравится Просто как люди Не нужно эту тему Не нужно эту нишу Выбирать Когда мы выбрали То с кем Мы хотим работать Мы определяем Что мы будем Этим людям продавать То есть Я для себя Когда-то давно Года два назад Определил Что я хочу Обучать людей Потом я определил Что я хочу Обучать людей Созданию сайтов Я понял Что есть какая-то Потребность И вот это Понятие Вот этой потребности Это есть второй этап В нашей работе То есть Второй этап Не имеете в виду Относительно Вот этого этапа А в целом Просто рассказываю вам На третьем этапе Когда мы уже знаем Что мы будем Продавать И кому мы будем Продавать Мы Определяемся Как Точнее не как А что конкретно Мы будем продавать То есть На втором этапе Мы определяем Например категорию В моем случае Это могли быть курсы Но я мог думать Я буду продавать курсы Или я буду продавать Например шаблоны Потому что И шаблоны И курсы В принципе решают Потребность человека Создать сайт в Мьюз Но для себя Я выбрал Что я хочу делать Обучающие программы И на третьем этапе Я делаю именно Вот этот выбор Осознанный Между разными способами Удовлетворить вашу потребность Я выбираю для себя Курсы И вот так я как бы Ухожу в собственную нишу В собственный Сегмент И когда я выбрал Что мне уже нужны курсы Я делаю И готовлю конкретно Тот курс Под ту целевую аудиторию Которая мне максимально Интересна Но это вот в целом Примерно вот так происходит Когда мы доходим До этапа Что у нас есть Понимание Что кому Куда и когда И в каком объеме Мы переходим В замечательную программу X-Mind Называется Так сейчас я ее Она у меня открыта Уже даже Вот это X-Mind Только я сейчас закрою Чтобы вас не пугала Вся информация Которая здесь есть Программа бесплатная Она нужна для того Чтобы строить Так называемые Интеллектуальные карты Я как бы не настаиваю Чтобы вы ее использовали Но очень и очень Рекомендую Потому что тот формат данных Который вы будете Анализировать Вы будете записывать Он никак Ну его никак лучше Не оформить Чем вот в такую Интеллектуальную карту Но нет просто Лучшего способа Поверьте я пробовал Я пробовал таблицы делать Я пробовал в Word Оформлять Это все брехня Самое крутое Это вот такие Интеллектуальные карты Ссылку на сайт Я вам сейчас скину Программа Повторюсь Бесплатная То есть ее можно В принципе Скачать И использовать Потому что Те возможности Которые есть В бесплатной версии Вам хватит 100% Так Посмотрю вопросы Чуть-чуть Я сначала Купиротовал Потом его разобрали Как горячие порошки Алексей Я рад что вам Повезло Значительно Так Соглашусь с Эдуардом С Евгением Тоже согласен С Русланом Согласен Ну и в принципе Со всеми Что вы здесь написали Я согласен В целом Отлично В общем Вот на этом сайте Скачивайте программу Скачать ее не сложно Нажимаете Здесь Download И выбираете Вот эту штуку Правда Отожмите Вот эту галочку И нажимаете Download И скачиваете программу Устанавливаете ее Запускайте И у вас появится Вот такое рабочее поле И мы в принципе Первые два занятия Будем работать Исключительно В этой программе Я уже говорил вам Почему мы будем работать Исключительно В этой программе Я вообще даже так скажу Что вот это Вот этот документ Который здесь получается Он в итоге приносит все деньги Ну Не так крут лендинг Как крут вот этот документ Он решает Сколько там У нас будет прибыли Или у нас не будет прибыли Я не знаю даже Какая часть из вас Хотя бы пыталась Составлять сей документ Но если вы раньше Этого не делали И у вас есть опыт В продажах Когда вы начнете это делать Вы просто будете Ошарашены результатами Которые может принести Такая на первый взгляд Казалось бы Очень простая работа Но сейчас вы поймете Что это к сожалению Совершенно не так И вот этот первый этап Видите цифра 1 Это самое сложное Что только может быть В создании лендинга И у нас так Начинается тренинг Блин Самого сложного Но по другому Просто никак В чем заключается работа Работа в этой программе Называется Сегментация Поиск Понимание И описание Целевой аудитории Первый этап У нас будет Проработка персонажей Вот эту карту Я вам скину Вы сможете ее скачать Здесь есть наши комментарии Комментарии открываются Вот Щелкнув вот на эту штучку И комментарии еще есть дополнительные В виде вот таких вот Областей Поэтому вы не потеряйтесь В конце концов Если у вас вдруг будет вопрос Всегда можете написать Куратору Либо службу поддержки В общем Вот он первый этап Я буду сначала Показывать эту карту На примере Целевой аудитории Все пользователи Muse И буду периодически Переключаться На Вот на эту штуку Которую я до этого Вам рисовал Чтобы вы прям Видели прямую связь Смотрите Первый этап Мы выделяем Для себя Основную целевую аудиторию То есть то Что нам интересно В моем случае Конкретно с этим проектом Это все пользователи Muse Так как я потенциально Могу выпустить продукт Для пользователей Muse Просто потому что Я в нем профессионал Я понимаю Что я ограничен Исключительно Теми людьми Которые установили Себе Muse Либо которым Интересен Muse Либо которые Слышали о Muse Либо которым Порекомендовали Muse В общем так или иначе Это все люди Которые Осведомлены Что он существует Хотя бы этот Muse Потому что Мне не важно Установлен Muse У человека Или он не установлен Только он слышал Или он уже сделал сайты Потому что Я могу каждому Из этих персонажей Из этих людей Я могу предложить Что-то свое Поэтому не важно Самое главное Что на первом этапе Вы для себя Выделяете Какую-то целевую аудиторию То есть Огромная масса людей Если переключиться На эту лесенку То Этап выбора Целевой аудитории Это будет второй этап То есть Вот на этом На этом этапе У нас будет Максимум людей Здесь у нас Примерно 8 миллионов В случае с Muse Не соврать В пик спроса То есть Ближе к новому году Это примерно 50 тысяч человек В месяц Это Все что касается Muse То есть Вот мы выбираем Переходим на второй этап Это значит что Вот человек есть Ему ничего не нужно И тут у него появляется Потребность Создать сайт Он узнает о Muse Переходит На третий этап То есть Второй этап Это то что он Просто захотел сделать сайт Третий этап Он для себя Выбирает Например между Muse Выбирает между тем Чтобы написать Там код вручную Да изучать HTML, CSS и так далее И выбирает Например между Каким-то другим Конструктором сайтов В принципе Каждый из вас Сейчас может Найти здесь себя Потому что каждый из вас Выбрал Muse И вы сейчас все На четвертом этапе Для меня Вы все были на пятом этапе Но так или иначе Вы сейчас вернулись К четвертому этапу Ну в общем Из всей массы людей Которым нужен сайт На втором этапе Только 80 тысяч Это те люди Которые выбрали В качестве Своего решения Решения своей проблемы Исходя из множества Там критериев Выбрали для себя Например Конструкторы сайтов То есть изучить самостоятельно И сделать сайт самостоятельно И среди всех конструкторов сайтов Они выбрали именно Muse И автоматически Вся эта масса Переходит на третий этап На нашем графике Вот в этой штуке Это все так же будет Все пользователи Muse То есть она у нас Ну сохраняется В других нишах Это может быть уже Вот этот уровень В нашем случае Это пока все еще Вот этот Вот этот случай Вот этот Этап Вот он Когда человек выбирает Для себя Что он будет делать Сайт в Muse Ну мы сейчас Не думаем о том Почему он выбрал Muse Просто как факт Примите ту штуку Что он выбрал для себя Muse И он переходит В четвертую категорию Где он уже Скачал себе Сто процентно Muse Он уже начинает Постигать там азы И у него появляется Потребность уже другая То есть она немного Эволюционирует В другую потребность Потребность научиться Работать в Muse И у нас все люди С четвертой категории Автоматически возвращаются На второй этап Но это уже будет Другая воронка То есть сначала У нас была воронка Для Где вначале Были все люди Потом те К кому нужен был сайт Теперь у нас На втором этапе Будут все люди Которые хотят Научиться работать В Muse Потом На втором этапе Будет На третьем этапе У нас уже будут люди Которые хотят Научиться в Muse Как-то по-особенному Например Кому-то нравятся Видеокурсы Кто-то хочет там Книгу скачать Кому-то комфортнее Через книгу обучаться Кому-то комфортнее Там с другом Чтобы его друг научил Поэтому этот человек Пойдет и друга Попросит его Научить работать в Muse Это будет третий этап На четвертом этапе Человек выбирает Поставщика своего решения То есть он думает Ага Где я найду Где я возьму Выбранное мной решение Да Если это формат курса Или тренинга То каждый из вас Выбирает Например Между мной и Владимиром Генгазовым Потому что И у нас И у него И у меня И у него Да В целом Схожий продукт Но Каждый из вас Выбирает для себя К кому пойти Ко мне Или к нему И вы можете выбирать Еще из кучи других Предложений Но смысл в том Что здесь вы Выбираете Конкретного поставщика Этого курса То есть у кого вы Хотите купить этот курс И на пятом этапе Вы переходите И отдаете кому-то Из нас деньги И точно так же Работает любая Другая модель И точно так же У нас сформирована Вот эта карта И точно таким же образом У вас карта Будет тоже сформирована Теперь Если вы запомнили Что там происходит Да Вот именно По этим шагам Давайте вернемся К этой карте Я покажу это наглядно Так вот Вот у нас Вся категория Второй этап На третий этап Переходят люди Которые Для себя Уже точно выбрали Мьюз У них есть Некоторое особое намерение Изучить эту программу И на этом этапе Ваша задача И моя задача Вот из всей этой массы Выделить людей То есть разделить их Точнее По какому-то Отличному признаку Отличительный признак Извиняюсь То есть на этом этапе Мы берем всех пользователей Мьюз И делим их То есть производим Сегментацию Исходя из Какого-то Конкретного Признака Которые Отличны Друг у друга То есть друг от друга Мы делаем Для себя Гораздо более Подробную Сегментацию Чем здесь Но Эта схема Упрощенная Здесь только Одна ветка Будет Для вас Для того Чтобы вам Не засорять Голову Ненужной информации И у нас В оригинальном документе Вот в этом Здесь не два Типа сегментации У нас их восемь Самые простые Я оставил Это сегментация По назначению То есть это то Как и для какой цели Будет использовать Человек Мьюз И второй Тип сегментации То есть то Что различает Пользователей Всех пользователей Мьюз Друг от друга Это опыт Использование Этой программы Если развернуть Вот эту вкладку По опыту То здесь будут Следующие Группы Группа номер один Это новички То есть это те Кто что-то умеют Это профи И это профи В смежных нишах Это разделение По опыту Если мы будем Делить всех Пользователям Мьюз По назначению То у нас Будет здесь уже Другая Сегментация Будут другие группы Если вы Посмотрите на экран То здесь у нас Есть четыре группы Это те кто использует Мьюз для создания Лендингов Это все вы Потом здесь есть люди Кто использует Мьюз для создания Визиток Это кто-то еще Есть здесь люди Которые используют Мьюз для создания Магазинов И есть те кто Использует Мьюз для иных целей То есть Что мы сделали На этом шаге Повторюсь Сейчас будет много Повторяться Но я просто знаю Что с первого раза Это достаточно сложно Понять Особенно когда вы Возьмете ручку Начнете это делать Поэтому еще раз У нас есть все пользователи Мы из всех пользователей Находим Некоторые признаки Которые различны И по которым Исходя из которых Мы можем разделить Всю вот эту аудиторию Если взять Какой-нибудь другой товар Например Те же самые велосипеды На этом уровне Где мы делим Первый уровень деления Если это велосипеды То здесь может быть Что Здесь будут Все Все кто хочет велосипед И сегментация Может быть Например По возрасту Сегментация Может быть По половому Признаку Мужчины или женщины Сегментация Может быть По цене По цене Тоже очень часто Сегментацию Нужно делать То есть Немного будет Другой вид Но в целом Все одно и то же Ваша задача На данном этапе Выявить признак По которому Вы можете разделить Вот эту основную Серую массу Которая у нас Находится на Втором или третьем этапе Когда мы находим Тот самый признак Мы начинаем Его дробить Еще сильнее То есть Это у нас Первый этап деления Это у нас Второй этап деления И на втором этапе Вы дробите Уже Предыдущее дробление То есть Результат Предыдущего дробления Вы дробите Повторно В нашем случае Четыре группы Я вам уже Их зачитал Сейчас вы все Находитесь Вот в этой Первой группе И у нас В нашем бизнесе В моем бизнесе У нас Выпускается Продукт Как минимум Для каждой Из этих групп То есть На этом этапе Вам важно Одну мысль Очень интересную Усвоить Оставить в голове То что Все вот эти люди И каждый из вас Вы все используете Один тот же инструмент То есть Для вас Решение ваших проблем Для всех вас Будет мьюз Но люди Используют мьюз По разному Для решения Разных проблем Поэтому Мы не можем Продать этот тренинг Тем кто использует Мьюз Для создания визиток Мы 100% Не сможем Продать этот тренинг Тем кто хочет Использовать Мьюз Для создания Магазина Поэтому Коренное правило Отсюда Что Один и тот же товар Разными группами Людей Используется Для совершенно Разных целей Если вы не будете Вот это понимать То вы будете Продавать Все и всем Продавать Все и всем Это Самый страшный Грех Так и запомните Потому что Когда вы продаете Все и всем Вы видите Самые ужасные Продажи Каждый клиент Вам будет стоить Очень-очень дорого Гораздо дороже Чем вы могли Себе позволить Если бы делали Сегментацию Но и без Сегментации Вы будете Обращаться ко всем И тратить на рекламу Просто огромные деньги Это совершенно неправильно Поэтому вот на этом Втором уровне деления Мы для себя Выделяем Какую-то конкретную Группу С которой мы хотим Работать И для нее Конкретно Выпускаем уже Продукт Сейчас у нас Тренинг Посвященный Первой группе То есть Те кто использует Мьюз Для создания лендингов И если мы его Раскроем Здесь у нас уже Идет описание Описание вас То есть Те кто сейчас Присутствует На этом тренинге Что мы делаем Мы теперь Для каждой Вот этой группы Ну в принципе Группа Если вам не нравится Это название Можете написать Здесь персонаж Или можете написать Здесь аватар Как угодно Потому что Опять Кстати Вот это все Придумали не мы Это уже тысячу лет Существует И как бы Силу реальную В нем видят только Те кто это Использует Просто нам В нашем мире В моем там Мире Мне комфортнее Использовать Здесь написание Группы Здесь может быть Что угодно Хоть персонаж Ну в общем Не важно Что здесь написано Самое главное Что в принципе После двух уровней Деления Вы можете приступать К описанию Особенностей Потребностей И критерия Если вы вдруг Запыли что Где и как Вот нажимаете На эту штуку И у вас появится Что сюда нужно писать Если у вас будут Вопросы Которые Не нашли ответы На вопросы Здесь То вы пишите Куратор Он вам поможет Так Что мы вообще На данном этапе Делаем Как я уже говорил Мы пишем Особенности Потребности И критерии Особенности У нас Если раскрыть Список Вот примерно Такая вот штука И в этом блоке В особенностях Мы описываем То Что отделяет Людей Из этой группы По сравнению Вот с людьми Из этой группы То есть Ключевые Особенности Ключевые Отличия Людей Из этой группы Относительно Вот этой Вот этой группы Я всегда Привожу пример На велосипеде Потому что Велосипеды Это очень понятная Ниша Очень понятный Товар Если бы у нас Здесь была Группа Велосипеды Для детей То здесь были бы Очевидные особенности Особенность какая Например То что Ваш потребитель Скорее всего Это ребенок Если это ребенок То у него есть Определенные параметры Роса и Веста Веса Если это ребенок Значит он находится Под влиянием Определенных трендов Ему например С гораздо большим Этузиазмом Он бы выбрал Там Велосипед С железным человеком Чем там Просто обычный Велосипед Там Стелс Да Ну в общем Каждый кто работает Своя ниша Если вы не работаете В ней То например Если вы делаете На заказ Лендинг То вы так или иначе Вот сюда Вы выпишите В принципе Без проблем Вот примерно Вот такое количество Особенностей Пять особенностей Выписать не сложно Но я вас предостерегу Потому что Пять особенностей Это очень и очень мало По факту Их можно выписывать Бесконечно И чем дольше Вы работаете В своей нише Или чем дольше Работает В своей нише Ваш заказчик Которому вы делаете Лендинг Тем лучше у вас Будет понимание И тем лучше Вы можете Вот сюда Тем больше точнее Вы можете Вот сюда Выписать особенностей Просто чтобы вы понимали Особенности Это практически Ключевое Ключевая штука Которая потом Делает продажи Либо не делает продажи Есть еще Потребности и критерии Но без особенностей То есть без понимания Особенностей Вы не сможете Сделать вкусное Предложение Если вы будете знать Потребности и критерии То вы сделаете Предложение Которое нужно Но если кто-то Еще сделает Предложение Которое нужно Но он будет Использовать Особенности аудитории То он Потенциальный клиент Выберет Ваших конкурентов А не вас Грубо говоря Особенности Это та штука Которая делает Ваше предложение Уникальным Это то Что в итоге Зацепит клиента Когда он будет Читать лендинг Это правильные слова На вашем лендинге Потому что Многие формулировки Мы берем отсюда Мы ничего не выдумываем То есть мы не сидим И не подгоняем Текст под размер По ширину сайта У нас никогда Нет мыслей Которые Просто так Из головы У нас все Всегда берется Вот с этого документа Мы не сидим На дмьюсе И не придумываем Что же нам сюда написать Потому что у нас Это все есть Вот в этом документе И точно такой же документ Должен будет у вас быть У вас на это будет Три дня Не переживайте Как бы этого В принципе достаточно Но сразу предупреждаю То что у вас получится Если вы будете делать Это в первый раз Это будет очень голый Новичок Ой черновичок То есть это будет Ну не самого экстра Класса уровня Работа Но тем не менее Это будет уже гораздо лучше Чем если раньше Вы не работали Вообще с этим На особенности Как правило Тратится там До часа Для того чтобы Выписать все особенности Происходит это обычно так Первые пять особенностей Вы записываете Очень быстро А все остальные Вы мучаетесь Очень сильно Начинает болеть голова Страдания Боли Все такое Но Но это Как сказать Это то что потом В итоге принесет вам деньги Поэтому если вдруг При выполнении этого занятия У вас все слишком идет Слишком сложно все идет Не удивляйтесь Это нормально Когда вы выпишите особенности Если это конечно Вообще произойдет У вас появится задача Выписать потребности Я думаю всем очевидно Что потребности Это потребности То есть это то Для чего человек Хочет получить вот это В нашем случае Мьюз То есть для чего Человек выбрал Мьюз Какую потребность Он хочет удовлетворить Используя Мьюз И исходя из этих потребностей Мы уже делаем некий тренинг Который удовлетворяет Вот эти потребности В черновике Я бы вам не рекомендовал Конечно делать так подробно Как здесь Потому что у нас Это не первый уровень потребностей А это подгруппа То есть здесь она Включает в себя еще что-то Но на первом этапе Так не делать Я вам не рекомендую Потому что вы запутаетесь Очень быстро Просто выписываете подряд Потребности Которые по вашему мнению Сейчас актуальны Для вашей целевой аудитории То есть сначала Вы выписываете в ряд Все-все-все-все Что вы можете придумать А после этого Вы уже начинаете Их объединять В какие-то группы Например Группа получать доход Группа самореализоваться Группа улучшить ситуацию И так далее Наш документ Был составлен точно так же У нас сначала Был большой перечень А потом мы поняли Что здесь-здесь-здесь Это в принципе все одна большая группа потребностей экономить. Если мы раскроем потребность экономить, то здесь есть какие потребности? Это потребность экономить время, это потребность экономить деньги, и это потребность экономить нервы. Но в целом все вот эти три потребности, они составляют одну большую группу, это потребность в экономии. И все это в итоге включает в себя в описание, в общее описание потребностей вашего клиента. Если бы здесь у нас были, повторюсь, детские велосипеды, то здесь потребность не просто купить прочный велосипед, В первую очередь это купить велосипед, который будет крутым, потому что у ребенка собственное понятие крутости, и понятие крутости отличается даже исходя из региона, ну очевидно, понятие крутости также отличается исходя из благосостояния родителей и так далее. Поэтому если бы у вас здесь была, например, сегментация по доходу родителей, то здесь были бы совершенно разные потребности у ребенка. В одном случае у богатой семьи потребность ребенка купить как минимум велосипед не дешевле, чем у всех остальных, а у другого ребенка из другой семьи потребность купить, например, велосипед, который будет хоть просто, хоть каким-нибудь, это уже будет круто, потому что общество, в котором крутится данный ребенок, оно диктует такие определенные правила. Поэтому если вы сделали неправильную сегментацию, то есть первое деление, то, скорее всего, здесь вы будете испытывать трудности, будете испытывать трудности с описанием потребностей. И еще очень такой яркий индикатор того, что вы сделали что-то неправильно на этом этапе, когда у вас, исходя из группы, одинаковые потребности. То есть если вы, например, разделили, сделали, вывели 4 группы, и потом, когда вы начали описывать потребности, оказалось, что, в принципе, потребности одинаковые, это значит, что вы либо неправильно выбрали признак сегментации, либо у вас лишний, в принципе, этап деления. Значит, вы можете описывать потребности сразу для всего уровня сегментации. То есть не нужно будет делить на группы. Потому что, ну, что происходит, когда мы даем такое задание ребятам, которые работают у нас? Есть две категории граждан. Первая категория граждан, которая делает просто мега подробно все. То есть это люди, которые очень-очень сильно все углубляются, и в итоге нам сдают такие схемы. Ну, просто жесть. И там очень много всего понапихано, и из-за того, что там очень много всего сделано, человек теряется в понимании, в коренном понимании своей целевой аудитории. Получается каша, и появляется проблема, что потом очень сложно выбрать, что писать на лендинг. Я вас предостерегу и хочу сказать, что не нужно писать это все прям очень-очень дотошно. Потому что кто-то из вас по-любому относится к такой категории людей, которые, если уж делать, так делать на 200%. В данном случае это не нужно будет делать, потому что все эти теории, все, что вы сюда выписали, нужно будет сначала проверить, исходя из реального спроса. То есть засунуть это на реальный лендинг, а потом уже это дорабатывать. Поэтому на первом этапе достаточно выписывать потребности в течение дня. То есть почему я говорю в течение дня? Потому что с утра вы начинаете, и вечером только это заканчиваете. Но это не значит, что нужно сидеть весь день над этой штукой. Это значит, что в процессе дня, когда вы занимаетесь другими делами, поверьте, это работает, в течение дня к вам приходят всякие разные интересные мысли в голову. И все эти мысли нужно будет записать в потребности. Я опять-таки исхожу из личного опыта и могу вам сказать, что когда вы садитесь и теленаправленно начинаете делать эту карту, она вообще не идет. То есть вы смотрите на нее, и вообще никаких мыслей нет. Ну просто вот прям вот, как будто перед вами и пониманием прям стена, невозможно ничего сделать. И это будет нормально. В этом случае просто отвлекайтесь и занимайтесь какими-то другими делами. Потому что подобные штуки, подобный аналитический труд, он у большинства не идет так просто, как хотелось бы. Для большинства это каторга, для большинства это очень сложные штуки. И так как практически все из вас новички, у вас это тоже пойдет очень сложно. Для того, чтобы не разочароваться в этой методике, для того, чтобы не разочароваться в результате, разбивайте свой труд, вот этот аналитический, в течение дня. По чуть-чуть добавляйте, по чуть-чуть анализируйте, по чуть-чуть сюда вписывайте какие-то новые пункты в течение дня, в течение двух дней, недели. У нас вообще эта карта, она составляется уже больше двух лет. И мы сюда добавляем эти данные, исходя из общения с клиентами. Вот так же после тренингов, точнее во время тренингов я спрашиваю аудиторию, говорю, ребята, как вам там вот это, а почему вы пришли, из каких вы городов. И вся эта информация в итоге скапливается вот в такие документы у нас. И чем дольше у вас существует вот этот документ, чем больше вы над ним работаете, тем более ценным он является. У любого человека, который занимается продажами, это документ, это самое ценное, что у него есть, самое дорогое. Потому что на основании этого документа вы сможете сформировать такое предложение, от которого будет невозможно отказаться. То есть это предложение, достойное лендинга. Это то, что в итоге реально будет продаваться. Не просто туфта какая-то, а реально что-то стоящее. Когда вы посылаете трафик, и у вас реально есть заказы с реальными покупателями. Вот эта штука сформируется вот таким вот документом. По крайней мере на нашем опыте, а мы здесь говорим, я рассказываю исключительно о своем опыте. Ну, в общем, вот так вот получается. Здесь мы выписываем все потребности. Здесь мы выписываем критерии. Что такое критерии? Когда мы работаем над критериями, мы задаем себе вопрос. А как человек из этой группы хочет удовлетворить вот эти потребности? То есть ключевой вопрос как? Здесь мы говорим что? То есть что человек хочет, когда устанавливает себе МЮС. А здесь мы говорим, как он хочет то, что он хочет. То есть берем прям вот эту потребность, берем, открываем, потребность и говорим. Хочет зарабатывать на создание лендингов. А как он хочет зарабатывать на создание лендингов? А что, а как это должно происходить? А при каких условиях? А что здесь важно? Что здесь не важно, все это является критериями, и критерии это такая штука, которая опять-таки, в принципе, как и потребности, как и особенности, либо включает, либо выключает ваши продажи. Если критерии прописаны неправильно, то вы увидите, что у вас будет много заказов, но мало продаж. То есть вы попадете в потребности, у вас может быть, например, много скачек бесплатного курса, но в итоге будет мало продаж. Почему? Потому что ваше предложение, которое вы делаете в письме, оно не соответствует критериям, то есть оно не соответствует тому, как человек хочет, чтобы вы удовлетворили его потребность. Вот эти штуки не будут соответствовать реальности. И все критерии мы всегда делим на две группы. Ну, просто здесь мы их не выносим вот так вот, да, как здесь, но мы их помечаем просто красным таким флажком. То есть все критерии делятся на две категории. Это категории суперважные, то есть те критерии, которые вы не... Если вы их не удовлетворите, если ваше предложение не удовлетворяет критериям с красным флажком, то это 100% продажи не будет. Это называется суперважные, ну или там главные критерии, назовите как хотите. И есть критерии, которые не отмечены красным флажком. Это те критерии, которые хорошо бы выполнить, но в принципе не обязательно. То есть если у вас продукт не будет выполнять вот эти критерии, отвечать вот этим критериям, то как бы в принципе вы это переживете. Продажи упадут, ну может быть там 20-15%. Но в целом как бы в общем на картину не повлияет. Но вот понимание, что является важным критерием, а что является второстепенным критерием, понимание приходит только тем, исключительно только тем, кто долго работает со своей целевой аудиторией. Критерии, если вы разрабатываете лендинг на заказ, критерии вы никогда не выпущете сами. Это нужно делать только с вашим заказчиком, только так. Другого способа не существует. Вы никогда не поймете критерии своей аудитории, если вы не будете с ней работать, если у вас не будет общения с ней, если у вас не будет диалога с собственной аудиторией. Я в Мьюз работаю уже очень давно и там разные тренинги и прочие штуки провожу уже тоже давно. И у меня, точнее у нас и у меня формируется понимание целевой аудитории, исходя из множества вообще способов, из множества источников. То есть первый способ это конечно же форум. То есть я вам сейчас расскажу именно как у нас это работает. Очень просто. Мы просто смотрим форум, на котором пишут люди и мы понимаем, что человек хочет. Мы понимаем, как он хочет, с какими проблемами он сталкивается. Люди приходят и сами нам об этом пишут. В любой нише практически есть форум. То есть если это вылечить зубы, то по-любому есть форум, на котором люди обсуждают лечение зубов. Вы можете зайти туда и вычитать из первых уст критерии. Вы там найдете потребности, вы там найдете особенности вашей целевой аудитории. Причем вы там такие вещи найдете, которые вам бы в голову никогда бы в жизни не пришли самостоятельно. И возможно тот заказчик, с которым вы работаете, ему тоже вообще это в голову не приходило. А на форуме, так как там чаще всего общение анонимное, люди выкладывают реальную информацию, как это все происходит. И вы с помощью этой штуки можете выводить нужную вам информацию. Что еще мы используем? Вот, кстати, мы проводим опросы. Так, вот он опрос. Сейчас видно, да, ведь, ребят, экран? Я надеюсь, вы там еще не уснули. Поставьте плюс, если не уснули. Вообще, я интересные вещи рассказываю. Так, ага, отлично, отлично, экран видно. Мы проводим опросы как минимум раз в месяц. Используем мы сервис Simple. Многие из вас наверняка в подобных опросах участвовали. В чем смысл этих опросов? Мы не хитрим. Мы просто задаем вопросы. Те вопросы, ответы на которые мы хотим получить. Первый вопрос. Мы спрашивали, ребят, отметьте галочкой те пункты, которые для вас важны в обучении. И здесь несколько вариантов. Я хочу на порядок улучшить дизайн своих лендингов. Я хочу зарабатывать, используя лендинг в своем деле. Я хочу понять правильную структуру лендинга. И так далее, и так далее. Все, что мы вот сюда выписали, это не из нашей головы информация. Это было выписано с форума. Это нам рассказали клиенты, с которыми мы общаемся после бесплатных вебинаров. Это информация, которую мы получили из общения в живом сайте, то есть в консультанте в правом нижнем углу. Это все придумано не нами. Это исключительно информация, полученная путем анализа. То есть мы слушали. Все, что мы слушали, мы оформили в перечень вариантов. И здесь они расставлены, исходя из популярности. То есть за первый вариант, я хочу на порядок улучшить дизайн своих лендингов, проголосовал 177 раз. То есть у человека, который видел эту анкету, наверняка многие из вас ее проходили. Да, вот Гузель говорит, что был такой опрос. Мы этот опрос проводили почти месяц назад. То есть когда мы готовили этот тренинг, мы обязательно проводили вот этот опрос. То есть у нас как бы было понимание, да, а мы вроде знаем целевую аудиторию. Мы уже вроде как два года с ней работаем, но мы не знали, насколько актуальны наши данные. И самый простой способ не хитрить, не выдумывать. Вообще выдумывать очень большая проблема большинства. Выдумывать нельзя. Нужно основываться на каких-то реальных данных. И мы реальные данные получаем через опрос. Вот результаты нашего опроса. Всего 2167 ответов. И каждый человек мог отметить не только один вариант, да, вот в этом списке. Он мог отметить несколько вариантов. И у нас получилось четкое описание того, что людям важно, что не важно. Во-первых, мы поняли, что сейчас из потребностей, кучевыми потребностями является. То есть в первую очередь проблема у людей с дизайном, потом с заработком, потом проблема у людей со структурой лендинга и так далее, и так далее. То есть вот они расставлены в порядке популярности. Мы четко понимаем, что сейчас нужно человечеству. Вопрос номер два. Мы хотели узнать критерии. То есть мы прям спрашивали, что вам важно в обучении. И здесь варианты ответа. Я хочу, чтобы примеры были реальные. И чтобы реальные были проекты. Я хочу, чтобы после изучения материала были реальные результаты. Я хочу, чтобы информация обязательно была актуальна и полна. И опять-таки мы писали свой лендинг, мы делали свое предложение на этот тренинг, исходя из понимания вот этих штук, исходя из этой информации. И чем больше народа вы на этот опрос сгоните, тем более у вас будет достоверная информация. И на основании этой штуки вы уже не будете делать. То есть вы смотрите на эту карту, вот ваши потребности. И вы такие думаете. Ага, а что из этого является ключевой потребностью? Таких размышлений уже не будет. Вот ваша аудитория вам сама все сказала. Она сказала, что самое главное, чтобы были примеры и реальные проекты. Мы говорим, окей, там будут реальные проекты и примеры. И мы на сайте, когда будем думать, а что же нам написать в первую очередь в критериях. То есть когда мы будем описывать свое предложение, мы уже не будем думать, а что писать на первом месте. Потому что у большинства проблем в порядке слов. Они думают, что есть некое магическое расположение блоков и так далее. Да, кстати, знаешь, как я это узнал? Я узнал вот по этому пункту. Так, где этот пункт? Вот структура лендинга. То есть я знаю, что у большинства из вас проблем со структурой, потому что вы сами мне об этом сказали. Вот оно написано. Я хочу понять правильную структуру лендинга. И вот он ответ. Мы не придумываем эту структуру самостоятельно. Мы располагаем их в том порядке, в котором здесь голоса установлены. И человек, мы отлично понимаем, что мы не можем угодить всем, но мы можем угодить максимуму. Поэтому информация у нас подается в том виде, в котором она здесь расположена. Такие же точные исследования можно сделать в любой нише. Если у вас нет своего форума, своей аудитории, вы можете всегда взять в аренду чужой форум, то есть чужой источник. Такие же опросы можно проводить в группах ВКонтакте, в Одноклассниках, где угодно. То есть всегда есть способ получить доступ к чужой аудитории. Но опросы – это очень мощный инструмент, когда вы работаете с лендингом. Я, в принципе, не знаю ничего более мощного, чем опросы. Потому что опросы – это возможность получить информацию прямо здесь. И эта информация очень-очень актуальна. И у этой информации, которую вы здесь получили, есть так называемый срок годности. В зависимости от ниши этот срок годности разный. В нашей нише инфобизнес, обучение, дизайну и так далее, вот эта информация, как правило, актуальна в течение полугода. То есть у нас запросы потенциальной аудитории, целевой аудитории, они меняются очень медленно. То есть, во-первых, это, в принципе, если порассуждать, это становится очевидным. И потом, из-за того, что мы работаем уже больше двух лет, мы сами, в принципе, это видим. А есть ниши, в которых вот этот спрос очень часто меняется. Например, это одежда. То есть вы же понимаете, что есть такое понятие, как мода. И вот если вы проводите опрос, связанный с одеждой, модой и так далее, то в один месяц здесь может быть самое главное одно, например, там, чтобы это было удобно. А в следующем месте это может быть совершенно другой критерий. Поэтому, когда вы проводите опросы в зависимости от ниши, всегда будете готовы к тому, что информацию, которую вы получили, нужно использовать сразу же. Иначе она испортится. Когда информация портится, вы уже свое предложение готовите не под свою целевую аудиторию. Вы ее готовите, исходя из протухшей информации, у вас будет протухшее предложение. Поэтому это будет неправильно. Что еще? Что еще? В принципе, то же самое мы проделали с другими группами. Просто повторюсь, мы отсюда удалили, чтобы вас не вводить в заблуждение. А в оригинале эта карта очень-очень большая. В оригинале здесь вот, после вот этой штуки, здесь есть еще описание, еще описание, еще описание. В общем, очень много текста. И почему я вам изначально рекомендовал использовать именно X-Mine? Потому что он очень классно вот эту информацию делает в понятный и очевидный формат вам ее приводит. В Word, Excel это все туфта. То есть вы не сможете это все красиво оформить, у вас не будет вот такого документа. Что еще? Подобные документы обязательно нужно составлять, как я уже говорил, вместе с заказчиком. Потому что, судя по этой информации, из этого вопроса, здесь есть желающие зарабатывать на создании лендингов. Поэтому я буду давать информацию, связанную с этим. Когда вы берете клиента, которому будете выделать лендинг, вы прежде чем называть ему стоимость лендинга, вы его сразу предупреждаете, что это не тот случай, когда вы делаете все сами. А это тот случай, когда нужно будет участие клиента. Если вы думаете, что это будет какой-то минус в вашу пользу, поверьте, это будет плюс. Но плюсом это будет только для серьезных заказчиков. То есть серьезный подход привлекает только серьезных заказчиков. Несерьезный подход, соответственно, привлекает несерьезных заказчиков. Несерьезный заказчик – это заказчик с небольшими деньгами, а серьезный заказчик – это заказчик с большими деньгами. То есть если раскидывать даже сейчас создание сайтов, то точно так же вы можете сегментировать все это. Понять, где ваша целевая аудитория, исходя из этого, сделать особое предложение для конкретной целевой аудитории по разработке сайтов. Еще предупреждение. Большинство ваших заказчиков не знает, что вот эту штуку надо делать. То есть для них это такой же будет тяжелый труд, как и для вас. Поэтому как работаем мы? Мы берем клиента, мы звоним в Skype, мы запускаем программу TeamWeaver и прям вместе с ним хотя бы прорабатываем базу. А еще лучше, когда вы прорабатываете базу самостоятельно, то есть вы берете особенность, пишете там 5-6 вариантов, в общем столько, сколько смогли. Вы сделаете то же самое с потребностями, с критериями, проводите вот эту группу, сегментации выводите и так далее. И уже с этим документом вы приходите к своему заказчику, потому что сначала он проверяет, то есть смотрит на то, действительно ли здесь не бред, то что вы придумали. Потому что вы как новичок в его сфере, ну очевидно, что у вас нет такого понимания, как у человека, который занимается уже сейчас продажами. Потому что ваш заказчик это чаще всего человек, который разбирается в своей нише, иначе зачем ему еще больше денег. Ну или как минимум он лучше у вас разбирается в этом. Но для того, чтобы как бы разгрузить плечи вашего заказчика, старайтесь делать всегда набросы вот этой карты. Потом вместе с ним обсуждать, и в момент, когда вы с ним обсуждаете, происходит феномен, феномен, который мы называем «я крут», когда заказчик, скажем так, на волне вот этого обсуждения, понимает, что его сейчас слушают, понимает, что он весь такой крутой себя, и он начинает выдавать информацию, реально выдавать. Она из него льется, и вы будете только успевать записывать. Он начнет вам давать профит, проявлять свою специализацию. Он захочет вам выразить, какой он классный, сколько он знает, вообще понимает во всем этом. После этого у вас будет очень много информации, которая будет неотесанная, которая будет, скажем так, черновиком. И эту информацию вам потом предстоит сегментировать самостоятельно. Так, давайте сейчас посмотрю кратко вопросы. Руслан спрашивает, если заказчик сам плохо знает свою целевую аудиторию. Руслан, если заказчик сам плохо понимает свою целевую аудиторию, то это, как правило, заказчики-новички, и, как правило, у них нет денег. То есть рассчитывайте, кого вы хотите видеть в своих клиентах. Те, у кого есть деньги, они, как правило, их заработали, потому что они понимают свою целевую аудиторию. Здесь замкнутый круг. Если у человека есть деньги и он понимает, что ему нужен нормальный инструмент продаж То он понимает, что нужно эту работу проделывать А если он понимает, что будет проделана существенная работа, он понимает, что она стоит денег Так как у него есть деньги, потому что до этого у него есть понимание, что деньги нужно как-то зарабатывать Следовательно, у него появятся эти деньги и он будет готов вам их заплатить Но будет ли готов платить человек вам деньги, если он не знает, что эту работу нужно проводить А если он не знает, что эту работу нужно проводить, то откуда у него будут деньги? То есть замкнутый круг получается. Теперь вспоминайте, что происходит на фрилансе. На фрилансе или, например, та же самая Workzilla, все говорят, я сделаю лендинг за час, я сделаю лендинг за 500 рублей. Там еще какие-нибудь еще более жестокие, скажем так, еще более жестокие варианты, когда заказчики, ой, когда исполнители там вообще чуть ли не за бесплатно делают. Это все не то. То есть вы от этого можете отстраниться, если вы не будете вот в этой карте, когда вы будете карту для своих услуг составлять, когда вы на этой карте не будете ориентироваться на клиентов, которые платят по 500 рублей. Потому что особенность этих клиентов какая будет? Очень проста. Я хочу лендинг за 500 рублей. Это особенность. Потребность. Я хочу получить продажи хоть какие-то. Критерии. Я не хочу платить много, потому что я не понимаю, за что я плачу. Критерии. Я хочу платить немного, потому что у меня нет опыта заказа услуг через интернет. Потом критерии. Я хочу платить немного, потому что я не понимаю, будет ли вообще от этого какая-то отдача. Вот. И это все будет конкретная группа ваших потенциальных клиентов на разработку сайта. Но вы не забывайте, что есть другие группы. Есть группа клиентов, у которых есть деньги, и которые знают, что их нужно платить за качественную работу. Вопрос, к кому вы сейчас уже обращаетесь, когда вы делаете сайты на заказ. Если у вас проблемы сейчас с заказчиками, значит вы неправильную аудиторию выбрали, неправильную аудиторию рассказываете о своем предложении. Так. Анастасия спрашивает. Если заказчик не совсем заказчик, а лишь только связующее звено, нет выхода на конечного заказчика, он просто курирует. Анастасия, как правило, в таких масштабных цепочках есть человек в компании, типа руководителя отдела продаж, роповец. Этот человек может вам дать эту информацию. То есть, если это не владелец бизнеса, то это как минимум человек, который отвечает за продажи, который работает с телевой аудиторией. Потому что так или иначе, это связующее звено, точнее с этим связующим звеном кто-то взаимодействует. Поэтому, как сказать, информацию, если вам не готовы давать, то вы не дадите этому клиенту никаких нормальных результатов продаж. Я надеюсь, это сейчас уже очевидно. Если у вас не будет понимания целевой аудитории, которую вам даст только ваш клиент, ваш заказчик, вы сделаете ему говнолентинг, извиняюсь. Потому что вы сделаете, вы напишите не то, что нужно, а то, что не цепляет вашу аудиторию. И нужно донести эту информацию до вашего заказчика. Но я повторюсь, те заказчики, у которых есть деньги, это заказчики, которые понимают, что это нужно делать. И те заказчики, у которых много денег, у них уже есть вот эта карта. И они вам сами принесут ее и скажут, ребят, вот карта, нам нужно вот это, то, то, то. Они вам прям структуру принесут и вам останется только сверстать. Но это уже немного другая категория клиентов. Как бы вы просто поймите, что если сейчас у вас есть проблема с заказчиками, потому что вы ориентируетесь вот в этой карте на кого-то не того. То есть у вас не на ту группу предложения сделано. Нужно изменять предложение так, чтобы оно соответствовало другой группе. А у этой другой группы, соответственно, другие потребности, совершенно другие критерии, совершенно другие особенности. А в нишах услуг это вообще тьма тьмущая. Там столько вариантов этих всяких разных групп и категорий, просто с ума сойти. Уж разработка сайта, я вообще молчу. Так, ну в общем, вот ответ на вопрос Насти будет заключаться как раз в том, что нужно искать человека. Потому что без этого вы не сделаете нормальный лендинг и клиент уйдет недовольным. Будет жопа в целом, извиняюсь опять-таки. Да, приходится методом тыка. А когда вы делаете продажи методом тыка, получается методом тыковая конверсия и методом тыковой продажи. К сожалению, да. Вот без обратной связи очень будет плохо всем. Так, Ирина спрашивает. Майнмэп, как выделить потребности и особенности так, чтобы они не путались? В чем принципиальная разница? Смотрите. Так, особенности, потребности и особенности. Смотрите, Ирина. Потребности – это то, что человек хочет. Особенности – это то, что его отделяет от других групп. Если вы мне придете пример, я вам попробую объяснить, куда какое-что отнести. Но в целом у меня, да, с учетом моего опыта, конечно, у меня это как бы в голове не путается. Но так как я, видимо, не очень хорошо изучил вас, у меня не было даже как-то мысли, что это может возникнуть трудности, да, с этим, с определением особенностей, отличием их от потребностей. Но, как правило, потребности отвечают на вопросы, что я хочу, а особенности отвечают на вопрос, условно, даже не то, что как я хочу, да, потому что вопрос, как я хочу – это критерии. Особенности, они в принципе не отвечают ни на какой вопрос, они являются просто описанием вашей целевой аудитории. Вот хороший пример еще тоже могу привести – это когда, например, парни до 18-ти ходят в спортивный зал с одной целью, у них своя особенность, но потребности будут одинаковые. Потребности будут одинаковые вместе с парнями, например, 25-ти лет и 40-ка лет мужиками. Потребности у них будут одинаковые, а особенности вот тут уже кроется самое интересное. Потому что и 25-ти летний парень, и 18-ти летний парень, они ходят в тренажерный зал, чтобы увеличить мышечную массу. Но один ходит, потому что у него свои особенности, а другой ходит в зал, потому что у него иные совершенно особенности. Если вы сделаете одинаковое предложение тому и другому, то кто-то купит, а второй не купит. И это будет проблемой. Так, ну, Ирина, в любом случае, если вы сможете привести пример, я вам попробую как бы как-то раздробить в каком-то конкретном случае. Так, Анастасия, Артем, Руслан спрашивает. То есть нужно сделать такую группу для себя, чтобы разным заказчикам писать разные предложения. Руслан, абсолютно в точку, абсолютно в точку. Потому что какому-то человеку нужен сайт просто как красивая картинка, а кому-то нужны конкретные показатели конверсии. То есть вы же понимаете, что есть клиенты, которые как минимум разбираются в разной степени в продажах в интернете. И если вы будете делать мега-крутому спецу в продажах в интернете, делать предложение, которое он просто прочитает и понимает, что это смешно, то другой человек, у которого нет опыта в продажах, он ваше предложение увидит совершенно по-другому. А по факту вы и тому, и другому разрабатываете просто сайт. Отсюда и та информация от меня, что нужно делать правильное предложение, правильная аудитория. В первую очередь нужно определить, кого вы хотите видеть. Так, Ирина разобралась, хорошо. В разработке лендингов как, Руслан? Это вот к вашему вопросу. Вот, я уже попробовал вам объяснить. То есть, вы делаете один и тот же сайт, но в зависимости от вашего потенциального клиента, они совершенно по-разному на этот сайт смотрят. И вы должны, исходя из этого, делать собственное предложение. Ну, давайте, ладно, пример попробуем разобрать. Если здесь будет группа, те люди, которые совершенно, да вот, даже вот так, сегментация по опыту в продажах, у нас будет первая группа, это те, те заказчики, которым нужен сайт, и которые ничего не понимают в продажах в интернете, и те, которые очень хорошо разбираются в продажах в интернете. У первой группы особенность будет в том, что они хотят, не хотят ни в чем разбираться, хотят решение под ключ, это их особенность будет. А у второй группы, которые мега спецы в продажах, у них потребность получить то, что им нужно, то есть, чтобы заказчик, ой, исполнитель не добавлял ничего от себя, И тогда вы на сайте для второй категории, для второй группы будете писать примерно так. Мы сделаем лентинг в точности, как в вашем техническом задании. Почему? Потому что клиент, который разбирается в продажах, ему важно, чтобы вы делали просто то, что он говорит. Хотя вы будете делать такой же сайт, как вы будете делать для первой категории клиентов. Но первая категория клиентов ничего не понимает в продажах, поэтому им нужно наоборот максимальная инициатива от вас, чтобы вы взяли максимум на себя. Хотя эти услуги будут стоить по-разному, и клиенты будут разные, и соответственно предложения будут тоже разные абсолютно. Ну и опять-таки, вот этот признак сегментации, их очень может быть много. То есть я сейчас вам примем просто сегментацию клиентов по опыту владения продажами в интернете. А еще может быть сегментация по бюджету, сегментация по географии, сегментация по нише, сегментация может быть по опыту заказа услуг в интернете. И все это разные-разные клиенты. И вы сейчас наверняка уже представляете, какое количество разных персонажей может быть в вашей нише разработки сайтов. И как много вы можете сделать точечных предложений, каждый из которых будет попадать в конкретные потребности конкретной аудитории. Только так делаются какие-то серьезные продажи. Владислав интересуется, как определить актуальность по времени товара. Владислав, я не очень понял, извиняюсь, поясните, пожалуйста, чуть позже отвечу на ваш вопрос. Так, Гузель интересуется, особенность, какой человек, а потребность, что ему нужно. Так, так, все верно. Руслан понял, Юрий спрашивает, как уместить все эти предложения на одном сайте для разных клиентов. Юрий, спасибо, вы мне напомнили, очень классную штуку, я вам забыл сказать. Вот мы открываем второй уровень деления, то есть первый уровень сегментации. И вот сколько у вас здесь вот получилось, вот у меня, например, 4 блока, столько у вас и будет разных сайтов. Это к вопросу Юрия. Не нужно ни в коем случае размещать всю эту информацию на одном сайте, ни в коем случае нельзя. Сколько у вас получилось вот здесь блоков, столько у вас будет разных сайтов. Я не шучу. Это так и надо, так и будет работать. То есть по-другому вообще никак, не получится у вас. Только так. То здесь может быть группа, здесь может быть персонаж, что угодно может быть написано. Но смысл в том, что у них, вот эти люди, несмотря на то, что им нужен Мьюз, у них совершенно разные особенности, совершенно разные критерии и так далее. Поэтому не надо их смешивать все на один лендик. Разбивайте и делайте 4 разных предложения. В итоге-то вы все равно будете делать сайт. Но предложение, каким оно будет, это будет уже другая тема. Так, Анастасия спрашивает, а нужно ли совмещать вообще? Так, вот ответил на вопрос Анастасии. Евгений, интересуется, разные сайты надо делать? Да, все правильно. Юрий спрашивает, может быть мультилендинг делать? Юрий, я вот к теме мультилендингом вообще очень скептически отношусь. Потому что мультилендинг подразумевает там кастомизацию, то есть там изменение элементов сайта, ну может быть процентов на 10 максимум. Там мультилендинг, что в себя обычно выбирает? Это там заменить заголовок, там заменить город, поменять картинку заднюю, ну и там написать в одном случае валенький красный, а в другом случае валенький синий. Но это не то. Крутая кастомизация, крутой мультилендинг, это когда отдельные лендинги. Во-первых, это контроль над продажами. Во-вторых, вы можете делать более точечные предложения. В-третьих, у вас появляется контроль, который нет при контроле, когда вы делаете мультилендинг. И в-четвертых, вы не зависите от автоматики, потому что автоматика глючит и заголовок может подставиться неправильно, и в итоге вы потеряете деньги. Ну или ваш заказчик, что очень плохо. Так, Владислав спрашивает, то есть постоянно мониторить разные форумы? Форум – это один из способов просто понять вашу аудиторию. Просто один из способов. Можно, повторюсь, заказать размещение поста в какой-нибудь группе ВКонтакте. Например, если ваша целевая аудитория там родители, то вы, когда продаете детские велосипеды, вы можете обратиться в эту группу и там сделать информационный пост. Ну, за деньги, разумеется, но сделать этот пост, получить доступ к чужой аудитории и получить актуальную информацию. Вы можете в группе для родителей сделать опрос, например, что самое важное для вас в приобретении велосипеда для ребенка, и некоторые варианты ответа. И собирать эту информацию, не обязательно иметь эту большую группу, не обязательно иметь форум и так далее. Потому что всегда есть владельцы площадок, которые заинтересованы в том, чтобы выдать вам доступ к этой информации. Таких примеров, в принципе, много. Вы можете точно так же попроситься в чужую рассылку электронную. То есть, раньше было очень популярно, сейчас, конечно, популярность сильно спала, такой услуги. Но примерно два года назад, когда мы только начинали познавать вот этот весь инфобизнес, мы пиарились в чужих базах. То есть, кто-то собирал базу рассылки по тематике создания сайтов, и мы там продвигали мьюз. Может быть, даже здесь кто-нибудь сейчас сидит, кто попал к нам таким образом. То есть, я как бы точно не могу этого сказать, но один из способов был примерно такой. Ваша задача на этапе определения понимания целевой аудитории получить максимум информации, которая будет максимально актуальна. А как вы ее получите, это уже лично ваше дело. Просто мы в своем опыте попробовали именно такие способы. Причем изначально мы тратили деньги, когда мы постили там в группу ВКонтакте, когда мы постили там в других сайтах размещали информацию и так далее. А потом мы поняли, что все это не так круто, как если просто сделать свой сайт. Ну и в итоге у нас родился вот этот сайт, через который вы все познакомились со мной, через который вы все как бы стали моими клиентами. То есть, мы в итоге пришли к сайту как к способу анализировать аудиторию целевую. И в принципе, это одна из главных целей его существования, его продвижения, его развития. Мы через сайт познаем собственную целевую аудиторию. И это очень круто. Потому что это всегда актуальная информация. Это всегда бесплатный доступ к собственной целевой аудитории. Ну и прочие-прочие плюсы, я думаю, сейчас они для вас очевидны. Так, Анастасия подтверждает, что после разделения конверсия улучшилась. Ну, это прям, я не знаю, неоспоримый факт. Со мной бесполезно спорить относительно этого вопроса. Так, Руслан говорит, если я продаю определенный товар, мне нужно делать разные сайты под каждый сегмент. Руслан, все правильно, все правильно. И если очень постараться, то вы под каждый товар сможете сделать примерно по 2-3 лендинга. Потому что, повторюсь, каждый товар разные люди используют по-разному. Руслан, скажите, какой у вас товар? Напишите, пожалуйста. Если у вас разработка лендингов, то я, в принципе, ваш пример разобрал. Если у вас физический товар, то я бы хотел привести пример тогда на вашем товаре. Так, Иван спрашивает, Wordstat может помочь в составлении этой таблицы? Может, но достаточно косвенно. Достаточно косвенно, потому что там нет никакого подробного описания. Вы можете, например, понять объем рынка через Wordstat. Вы можете понять, насколько сезонный товар. Но это не такая полезная информация, как просто общение со своим клиентом. Так, вот Руслан пытался продавать светящиеся наушники. Руслан, смотрите. Кто-то покупает светящиеся наушники, потому что они визуально красивые. Кто-то покупает светящиеся наушники, потому что у них там какой-нибудь парень в классе, который является самым крутым. Он пришел в этих светящихся наушниках, и теперь он хочет эти светящиеся наушники, потому что самый крутой парень в их школе или там в классе ходит именно в таких. Кто-то покупает светящиеся наушники, потому что он слышал, что в них классный звук. Кто-то покупает светящиеся наушники, потому что просто ему нравится это все. Кто-то покупает светящие наушники, потому что он бегает ночью там. И да, вот как подтвердил сейчас Владимир, они просто видны хорошо. И вы, скорее всего, когда продавали свои светящиеся наушники, вы, скорее всего, просто делали светящиеся наушники. А вам нужно было делать лендинг отдельно под школьника, отдельно под спортсмена, отдельно под человека, который там хочет быть на кого-то похожим и так далее, и так далее. Вот это будет правильный подход. А то, что вы делали до этого, это, скорее всего, неправильно. Из-за этого вы пишете, что вы пытались. Если бы вы сделали вот такую схему, вот такое подробное описание аудитории, то вы бы видели гораздо более лучший результат. Так, Владимир, да, вот мне Владимир помог, Анастасия задает вопрос, домены третьего уровня влияют на конверсию? У домена третьего уровня, если второй уровень более-менее серьезный. Ну, имеется в виду, если там сайт какого-нибудь бренда, например, там nokia.ru, и у вас там под домен, там, не знаю, там, лендинг.nokia.ru, то, конечно, повлияет в лучшую сторону. Но вообще лучше, конечно, не делать третьего уровня, потому что, как правило, он через лендики не продают мега-крутые компании, да, либо, либо даже не знаю. В общем, я бы лучше потратил 150 рублей на домен второго уровня, чем делал бы и экономил бы на поддоминах, если честно. Так. Есть еще один способ, как понять целевую аудиторию, это когда вы, например, уже ранее работали в этой нише, например, там, вы продавали обувь в качестве продавца, и теперь вы хотите начать продавать обувь через интернет, используя лендинги, да. В этом случае у вас есть большая-большая фора, потому что у вас есть опыт общения с конечным потребителем, и вы можете понимать, что и как ему нужно, как они примеряют, вы можете выделить какие-то особенности этого всего. Если вы сами не работали в той нише, в которой вам нужно работать, то вы можете найти друга, ну, имеется в виду, среди своих знакомых людей, которые работают, например, в продаже этих штук. Мы, когда готовили сайт по продаже фундаментов, нам заказчик выделил человека, который непосредственно общается с клиентами на телефоне. Почему? Потому что сам заказчик не имел опыта общения с клиентами, и поэтому нам выделили конкретно того человека, который принимал звонки и который консультировал клиентов. И он нам прям выдал топ вопросов, которые задают клиенты. Он нам выдал критерии, которые важны клиентам. Он нам рассказал о том, вообще, какие у них опасения и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, это вот опять-таки к вопросу изучения целевой аудитории. Просто для нас целевая аудитория – это все. Для меня лично раньше дизайн был каким-то решающим элементом. Сейчас для меня это совершенно второстепенные вещи, потому что я понимаю, исходя из своего опыта, что это очень-очень-очень неважно. Если нет нормального предложения, никакой дизайн не спасет вообще. Так, ну, давайте, наверное, перейдем к домашнему заданию. У нас уже два часа занятия идет. Дальше бесполезно рассказывать что-либо, потому что уже не освоится, в принципе, никакая информация. Домашнее задание будет следующее. Установить в первую очередь X-Mine. Скачать его к себе. Вот он. На всякий случай я напомню ссылку. Прямая прям ссылка. Обязательно вы его себе скачивайте. Обязательно вы его скачивайте себе. Устанавливайте. Определите для себя целевую аудиторию. Напомню, что вы не должны брать ее из воздуха. Если у вас сейчас нет конкретно какой-то ниши, найдите пример у своего знакомого. Может быть, кто-то с чем-то сейчас торгует. Возьмите его нишу, чтобы у вас была связь с человеком, который может дать вам что-то реальное. Пойдите на фриланс. Там скажите, что вы можете взять заказы за какие-то деньги. Вы можете написать ВКонтакте у себя на стене то, что вы сейчас проходите наш тренинг и что вам нужен человек, который хочет реально получить качественный продукт. Что вы делаете лендинг под руководством опытных людей. И у вас будут желающие это получить. То есть самое главное, когда вы определяете, по какой нише вы будете работать, ни в коем случае не делайте это из воздуха. Обязательно найдите себе реальную нишу, реальную проблему, реальный заказ. Кстати, для тех, кто разрабатывает сайты на заказ, это может быть, например, уже имеющийся клиент, которому вы можете за бесплатно предложить сделать качественный новый лендинг. Этот лендинг покажет офигенные результаты и у вас будет очень хорошая рекомендация. А те, кто еще не занимается разработкой сайтов на заказ, вы можете сейчас как раз взять самый первый заказ, сделать его реально качественно и получить очень хорошую для себя потом рекомендацию. И это будет очень хорошим стартом в вашем создании лендингов для заказчиков. Ну, в общем, ваша задача установить себе Xmine. Ваша задача определиться с целевой аудиторией. Ваша задача разделить эту целевую аудиторию на группы. Вот этой штукой заниматься. То есть вы определяете себя, сегментацию для себя. Ваша задача выделить из этой сегментации группы либо персонажей. Как минимум, у вас должно быть три сегментации, то есть три типа, по которым можно разделить всю целевую аудиторию. И у каждого типа должно быть как минимум две группы описано. Когда вы описываете группу, у вас должно быть как минимум особенностей, минимум семь. Критерии, потребностей просто максимум. Прям максимум, максимум, максимум. И то же самое с критериями. Чем больше критерий выпишется, тем лучше. Каких ограничений здесь нет. Это все вам нужно будет сделать до 29-го. 29-го вечером у нас новое занятие. Но домашку сдавать нужно до 22.00 28-го числа. Почему? Потому что нам еще нужно время на то, чтобы это все проверить. Если вы хотите получить обратную связь, качественную, у меня к вам просьба не затягивать. Не затягивайте с этим делом. Потому что потом, когда мы делаем все скомканно, мы, во-первых, не дадим вам все это оперативно. Во-вторых, вы получите фиговую от нас отдачу. А я этого не хочу. Мне нужно, чтобы у вас у всех были классные результаты, потому что ваши результаты потом станут для меня основой моих продаж. То есть мне нужны классные кейсы. Поэтому я буду вытягивать всех на максимальный результат. Так, насчет карты. Карту-пример я вам скину. Вот эту вот прям карту. Я вам ее дам скачать. Там с нашими пояснениями. У вас будет обратная связь. Те, кто приобретал тренинг с проверкой, будет связь с куратором, будет связь со мной. Домашку, как я уже говорил, нужно сдавать через службу поддержки нашу. Если у вас будут вопросы с сдачей домашки, напишите к куратору, она вас проведет куда нужно. Так, друзья, я вопросы вижу. Чуть позже на них отвечу. Сейчас у меня еще есть информация для вас. Информация очень интересная. В чем она заключается? Я хочу на этот тренинг создать так называемую живую группу. Что подразумеваю я под живой группой? Это когда я лично с тремя-четырьмя участниками этого тренинга, у кого кто реально серьезно настроен, мы с этими людьми созвонимся в скайпе. Мы с этими людьми прям вот группой в скайпе обсудим текущие результаты, обсудим ваши карты. И карту каждого человека, каждого участника живой группы, мы будем обсуждать сразу всем, всей группой. То есть я буду обсуждать и другие участники в этого тренинга тоже будут обсуждать. И мы в итоге коллективным разумом разберем 3-4 ниши тех людей, которые попадут в эту живую группу. Участие в живой группе бесплатно, то есть никакой оплаты здесь нет. Обычно мы такие живые группы проводим с подчиненными, то есть люди, которые у нас работают на создание лендингов, но есть определенные ограничения, они продиктованы серьезностью ваших намерений. В чем заключаются ограничения? Во-первых, у вас должен быть реальный проект, то есть либо реальный бизнес, либо ваши попытки организовать продажи, которые уже были, но они не привели ни к чему. То есть что-то, зачем реально есть что-то настоящее, не просто вымышленное, не просто взятое, раздутое из чего-то, а что-то действительно реальное. Это первый критерий. Ой, отлично, тут прям много желающих. Потом, критерий номер два. Мы, скорее всего, будем собираться созваниваться днем, потому что я не хочу ограничивать тех людей, которые дальше Урала, а люди, которые дальше Урала, у них, как правило, когда у нас 8 часов, у них уже час ночи. Вот я не хочу их ограничивать, поэтому мы будем созваниваться днем, примерно там в 12, 13, 14 часов дня. Работать будем примерно 2-3 часа. На все про все, ну, повторюсь, общение будет живое, подразумевается в том числе и камера, подразумевается в том числе и ваше говорение, то есть вы будете разговаривать в микрофон. Отсюда требования нормальный интернет, нормальную камеру, то есть чтобы это не было никого, ни для кого из участников этой живой группы мучением. Ну, очевидно, да, что хотелось бы нормальное качество звука. И последний критерий по порядку, но не по важности, это адекватность человека, то есть вы обязательно должны быть адекватным человеком. Если вы будете неадекватным, это сразу прояснится, ну, и вы как бы сразу покинете живую группу, если не сразу, то чуть попозже вы будете 100% покинете. Поэтому неадекватных я попрошу не беспокоиться по этому предложению. Кто соответствует этим требованиям, у кого есть желание поработать в этой живой группе, пожалуйста, напишите куратору, и она вас там, ну, в общем, задаст вам нужные вопросы, она там проведет маленькое такое собеседование относительно этого дела. И я предлагаю из живой группы в первый раз собраться уже 28 числа днем. Потому что, чтобы у вас был один день на составление карты, и один день мы с вами будем смотреть, что у вас получилось. И ключевая фишка еще здесь и в том, что возможно, я пока не очень уверен, но вот эта запись нашего разговора будет доступна всем участникам тренинга как дополнительный материал, то есть как реальный разбор, как реальные примеры, как реальное обсуждение, как ценность, как ценная информация, которую человек хочет и может получить от нас с вами. Вот, ну, это пока как бы не решено еще, но возможно, эта запись потом будет распространяться среди всех участников этого тренинга. В общем, те, кому, скажем так, это не смутило, те, кто реально готов этим всем заниматься, пишите куратору Марине Бодневичу. Я сейчас скину ссылку на нее еще раз. И, пожалуйста, обращайтесь к ней, она там вас обязательно проводит куда нужно. Это по живой группе. В принципе, у меня сейчас по этому занятию все. Давайте я посмотрю вопросы, как узнать, кто куратор. Руслан, ссылка на куратор я только что разместил. Вижу здесь большинство адекватных, большинство с реальными проектами, это классно, но я, к сожалению, не могу взять всех сразу, но возможно, что-то там в формате потом изменится. Просто сейчас это, можно сказать, эксперимент, потому что обычно со студентами я такого не провожу, обычно мы проводим такие марш-броски уже с теми людьми, которые работают вместе с нами над проектами. Так, смотрю дальше. Вопросы, вопросы, вопросы. Юрий интересуется немного не по теме, как влияет на конверсию прием платежей прямо на сайте. На конверсию влияет, в принципе, положительно, но когда вы организовываете прием платежей на сайте, есть некоторые нюансы, которые нужно соблюдать. В первую очередь это гарантии, во вторую очередь это различные сертификаты безопасности, объяснения и так далее. И в-третьих, эта оплата должна происходить не на вашем сайте, она должна происходить на сайте, где есть популярный и известный бренд банка. Например, там Сбербанк, или Тинькофф Банк, или еще что-то такое. То есть есть некоторые критерии. Их достаточно много, да, и там в целом, в принципе, много тонкостей, да, с организацией приема платежей. Сейчас я вам, к сожалению, точно прям все не выскажу, потому что это надо вспоминать, сидеть. Но в целом они скорее влияют положительно, прием оплаты на платежи, чем отрицательно. Это к вопросу Юрия. Потом Руслан спрашивает, как объяснить заказчику, что нужно несколько лендингов. Руслан, адекватный заказчик с нормальными деньгами, ему это объяснять не нужно. Это раз. А тот, который не понимает, что нужно много лендингов, тому, ну, придется объяснять. Объясняется очень просто. Если вы хотите больше денег, больше продаж, то нужно сделать больше лендингов. Вот и все. Сейчас те знания, которые у вас есть, вы можете очень легко и просто, и главное, понятно, раскидать человеку, что, ну, в чем преимущество этого предложения. Если вы переживаете относительно того, что заказчик скажет, что, ага, вы, значит, хотите сделать мне больше лендингов, значит, я вам буду больше платить. Ну, поставьте такую цену, которую он потянет. Но вообще лучше с самого начала брать тех заказчиков, которые понимают, что один лендинг не управится совсем. Нужно брать сразу таких заказчиков. Так, Станислав спрашивает, где взять карту пример. Я вам скину ее. То есть это все будет в письме. Все материалы будем распространять. Не переживайте, все ее получат. Пример-пример будет. Ольга, да, запись занятия будет. И карта тоже будет. Артем спрашивает. Допустим, у меня 4 категории клиентов на товар, который я продаю за 2 500 запросов в месяц. Как мне распределить клиентов? Артем, если не секрет, скажите, что это за товар, а я вам могу примерно раскидать, как их надо сегментировать. Хотя бы примерно. Но в целом в любой нише можно сегментировать. Во-первых, это по опыту использования продукта цельной аудитории. Это первый сегмент. Второй сегмент – это по цене. То есть это нищий ценовой сегмент, высший, средний. Как правило, во многих нишах есть такая сегментация. Третья сегментация – это сегментация по географии. То есть многие товары привязаны к географии. Если, например, человек может купить ваш товар, выйдя из дома, в ближайшем магазине, может быть, дороже рублей на 300, то, скорее всего, он пойдет туда и купит там его. Поэтому нужно разделять клиентов еще по географии. И четвертый сегмент, который, в принципе, ко всему относится, ну, к любой нише можно применить. Это сегментация по, сейчас скажу вам. Так, цена, география, опыт использования и четвертый, четвертый сегмент. Не поверите, забыл четвертый сегмент. Ну, Артем, если вы составите вопрос в службу поддержки или куратору, я вам обязательно на него отвечу. Но вот, к сожалению, забыл четвертый критерий. Так, довашку сдавать либо куратору, либо в службу поддержки. Лучше сразу в службу поддержки, потому что куратор вас все равно пошлет в службу поддержку сдавать ее. Так, Юрий, где посмотреть запись первого занятия, дадут ли нам запись всего курса? Юрий, запись первого занятия будет завтра-послезавтра. То есть вот это первое у нас занятие. А запись всего курса у вас будет, когда у нас пройдет все пять занятий. Что логично. И вы тоже получите все эти записи. Так, 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 готов, готов, проект, проект, проект. Все, в принципе, есть. А, утеплитель, вопрос в другом. Утеплитель, вопрос в другом, окей. Ну, хорошо. Так, Руслан, я купил курс за 3 900, можно домашку будет проверять или нет? Руслан, у нас курс с гарантированной проверкой стоит не 3 900. То есть об этом шла речь на лейдинге. Те, которые, те товарищи, которые купили данный тренинг с проверкой, те будут получать проверки. Кто не покупал с проверкой, те, соответственно, без проверки. В этом была наша сегментация. Так, ну, в принципе, ребят, если у вас вопросов еще нет, если они есть, давайте пишите. Если у вас вопросы, на которые лучше отвечать оффлайн, то давайте тогда это занятие, в принципе, закругляемся. Юрий, запись вам будет вышли, мы вам вышлим запись через почту. То есть как только запись будет опубликована, вам на почту придет письмо, которым будет ссылка для скачивания занятий. Не переживайте. Так, Анастасия, да, доплатить можно. Если у вас есть желание перейти из группы без проверки в группу с проверкой, напишите об этом куратору. Она вам объяснит, как доплатить, как вот эту разницу возместить и перейти в группу с гарантированной проверкой. Так, ну, в общем, давайте. Вопросы, если у вас какие-то будут, давайте их уже тогда в куратор задавайте. У нас уже 2 часа и дальше все, что я рассказываю, у вас уже в голове не останется. Поэтому у меня к вам 2 вопроса. Первый вопрос. Оцените вот это конкретно занятие по ценности информации, по способу моей подачи, голос, интонации и все, что угодно. В целом просто оцените данное занятие по шкале от 1, точнее от 0 до 100. 100 – это классное занятие, 0 – это вообще лажа, а не занятие. Поставьте свою оценку просто общую. Ценность информации, метод подачи и так далее, и так далее, и так далее. 90, 90, 90, 100, 100, 100, 80. Ага, 90. Отлично. Ребята, теперь такая просьба. Те, кто поставили меньше 100, пожалуйста, напишите куратору, почему не 100. То есть, что было недостаточно. Что мне нужно улучшить, чтобы у вас было 100% закрытие потребности. Чего не хватает вот в этом всем. Напишите, пожалуйста, это будет очень большая польза для меня и очень большая польза для вас, потому что на следующих занятиях я это дело исправлю и все будет на соточку. Я заинтересован в том, чтобы у вас были шикарные результаты. Вот, большое спасибо, что вы пришли на это занятие. Большое спасибо, что вы вообще в целом выбрали меня, мою подачу, всю нашу компанию, всю нашу команду. Я реально намерен, ребят, довести всех вас до какого-то максимально возможного результата, но этого не случится, если вы будете просто сидеть и слушать наши вебинары. Ключевая работа происходит между занятиями, а не сейчас. Это очень важно понимать. Мы всегда на оперативной связи. Еще раз спасибо. На этом я с вами прощаюсь. И до следующего занятия, до 29 октября в то же время. Увидимся. Все, все, спасибо, спасибо, спасибо. Все, я ушел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok